Это хорошо, что ты напомнил. LGD. 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 Теперь будьте добры. Вот, а мы обсуждали уже какую Септембр игровую роль. Он был роль такой, знаешь, человек, который играет на одних и тех же героях по тысяче игр. То есть у него фениксы, эртспириты по тысяче игр с игрных пабликах. И от этого у них очень часто встроилась игра. То есть он там посылал оффлейнеров сложную, ходил в лес, сам ходил в сложную, просто получал экспу на этих героях, потому что это делал. У них был свой такой стиль. Сейчас немножко по-другому. То есть бананы его полностью никак не заменяют. Он играет более, так сказать, такую стандартную доту с абсолютной дефолты. Для меня это главное изменение. Против них стало теперь проще играть. Теперь тебе не надо тратить баны на фениксов, эртспиритов, брудмазеров. Теперь ты играешь как с обычной командой, у которой нет такого, знаешь, козыря. Ну как по мне. То есть полгероев бананы он куда уже и не такой вариативный. То есть у них все герои исполняют примерно одно и то же. То есть там что элдер, что какая-нибудь венгау, у него все примерно. Нет, был у него хороший, но вот именно есть герои, на которых надо отточить. Вот у него такого нет ни на ком на 100%. То есть опытом не компенсирует? Нет, скилл опытом не компенсируешь. Ну не знаю. В матчах такого уровня точно. Это ярко выраженная четверка была, одна из, наверное, топовых в мире сейчас. И, конечно же, это ударило по команде. Что касательно их положения в сетке лузеров, ну стоит отметить еще тот момент, что несколько карт ключевых для себя, им там буквально чуть-чуть очков не хватило, они действительно закинули. И, может быть, какая-то доля везения, немножко не хватило ЛГД, этого самого везения. Может быть, так и должно было быть. Тут трудно судить, но имеем, что имеем, как говорится. И вот он замечательный матч в Best of 1 на вылет ЛГД против Secret. Ну не хватило им на самом деле довольно много. Они набрали всего лишь 5 баллов, 5 побед. А для выхода надо было минимум 8. Столько назакидывали? 3? Ну одну я точно помню. Да. Там несколько было карт, которые они действительно отдали, когда я смотрел их матч. ЛГД надо избавиться от Луны. Не знаю, знают ли они это или не знают, но на самом-то деле это нереально сильная связка. Валхимик, Жаду, Демон, Луна. Вот им подсказывают к себе это, и он такой сейчас, да я знаю, что это. И если не забанят, то типа, да я не боюсь, я вам. Сейчас Тайтхантера возьму, покажу им. На нем он, кстати, закидывал. Что очень вероятно, да. Вот про Тайтхантера там была игра, Ксяв играл на Тайде, кучу ревельджей не допрыгал, но просто раскритиковали. Там была еще и игра Мэйби на Тайде против Альянс. Это, извините. Бесплатная. Представляете, каково это, извините. Как сейчас тяжело клименты. Вот тебе игра, там, где, казалось бы, должны были быть равные шансы, там, где просто Мэйби закидывает на Тайде, и вот тебе уже из восьми одно забрать у Альянса, одно добавить LGD, еще одну карту взять, и вот ты уже в переигровках. Ну так про много кого. Так можно про много кого говорить, действительно. Да, я же говорю, может где-то удачи не хватило, может так и должно было, действительно. Я вот что хочу сказать про климента. Представляете, каково ему тяжело. То есть он только что, после того, как выиграл Мэйджер, на следующем получает топ-16, идет решаффл, и сейчас он опять в шаге от того, чтобы опять остаться в топ-16. Да, Пупей последний из того состава Natus Vincere, который выигрывал International, который еще не занимал топ-16 на этих ивентах. То есть первый, первое, второй, третий, второе место, четвертый, восьмое, и пятый тоже восьмое. 16 еще не было. У Хвоста уже было. А Куроки? У Денди уже было. У Куроки еще может быть. Вот так вот, то есть их двое еще все-таки, они последние. Нет, кто выиграл International. Кто выиграл International. Да, Куроки не выиграл International. И во втором, на втором тоже. Не подловишь, Артур, не подловишь. Иван бы заготовил. Пытаешься, но не получится. Ну что, у нас незабаненная Луна. Да, значит не бояться. А Сикрет вот думают, и Климент, возможно, не может понять, реально Луну отдали. Может, тут какой-то подвох, если они, может, готовы. Директор переиграл его, получается. На один уровень выше думы. Для Сикрет Луна выглядит сильно. Возможно, опять решат они через того самого Хускара поиграть. У них с Хускаром очень хорошие статистики. Хускаром уже, на самом деле, нужно что-то не такое, как Shadow Demon. То есть, если бы хотели играть через Хускара... Да, герои не совсем под Хускаром, бесспорно. Но если увидят в Сикрет, что ЛГД прям совсем ничего не возьмут, то на четвертый пик вполне может залететь. Пустая клеточка останется, что ли? Не знаю, как это бесполезный герой. Я думаю, что будет распик какой-то. Может, уфлейнеры возьмут, которому здесь более-менее можно жить. Может, четверочку. Коры пока нет смысла своего раскрывать. Намного логичнее для Сикрет, конечно, выглядит какая-то Луна, Тайдхантер плюс Саппорт. И все замечательно. Ну да, и играть по стандартной стратегии. Тех же Винкс через Shadow Demon в Луну с Агонимом от Алхимика. И девушка побеждает... Ну как Винкс. Ну, Fantastic Five, окей. Назовем их так. Нет, Digital House вот играют, так у них все идет. То есть, даже сегодня они с Shadow Demon в Луну... Но без Алхимика. Да, но без Алхимика, тем не менее, это работало когда-то захочет на базу. Очень хороший пик опять, что есть там Джаггернаут, там Кунг, не то чтобы самые такие рейнжевые герои. Тяжело с одной боевой воевать. И в какой-то момент она собирает тоже Сатаник. Блевать не хотела на Старфолова от Плотны. Очень удобный герой. Не буду спорить. Мы опять вернулись к тому, что было на прошлом мейджере, что Timber imbalans появляется в каждой игре. Ну, что-то выигрывает, что-то проигрывает, но в каждой игре раздает. И здесь он начал улетать в бан в первой статусе. Terror Blade. Еще больше иллюзий. Ну, это герой, который по сути роль Луны исполняет. Я думаю, тут примерно та же стратегия. Terror Blade стоит на легкой, расфармливается. А вот и секретные агенты от LGD. А вот и герой для мейб. Эти Ember Spirit с Good Like. Хотя и агрессив может. Они оба играют, они, да, меняются. Мне кажется, это их лучшие герои. Вряд ли они будут ставить Ember все-таки в мид против... Против Алхимика, почему нет? Наоборот. Он не снимает ему щиты, очень комфортно ставит до 6-го, потом тебя просто не поймать. Ну, не знаю, просто тяжело связать, тяжело подроуминг кунку это все реализовывать. Как раз-таки, по-моему, до 6-го ворота замечательно. Кунка, если заходит в спину, это практически стопроцентный килл. Вот то, что мы советовали с Сикретом, Бестмастер и Луна, взяли Бестмастер с Terror Blade, да. Но здесь вот этот Ember Spirit, на самом деле, мне очень нравится, потому что все завязано на иллюзиях. Иллюзии Shadow Demon, иллюзии Terror Blade, иллюзии Алхимика с банты. И зная, как играть LGD, как исполняют там Агрессив, Мэйби. Да, если по первым двум пикам задумка Сикрет мне нравилась больше, то сейчас, наверное, я уже предпочтение отдам LGD, потому что могут здесь оба корт-персонажа собрать Battle Fury. Эмбер точно это сделает, Джиггернаут посмотрим, но, скорее всего, тоже. Это более распространенный билд в данной мете, неплохо может справляться с иллюзиями. И на стадии лейнинга есть чем погангать, в то время как у Сикрет линии более статичные такие, нужно просто всем героям набирать. Возможно, возьмут какую-то комбу под Shadow Demon сейчас, чтобы появился какой-то ганг потенциал. Нужно это сделать Сикретом, иначе это просто слишком пассивно будет, на мой взгляд. Ну, LGD, кстати, могут добрать героев харду, потому что, возможно, под Маккункой это и будет. Это самая роумящая дабла через крест-стрелу. LGD, да, я говорю про Сикретов, что нужно что-то добрать роумящая под Shadow Demon, как раз таки. Сикреты надо увеличивать темп этой игры, потому что в лете уже не светит против Джиггернаут и Эмбер Спирита в одного такого кора. Ну, алхимик больше такой, машина для добычи золота. Я бы сказал, что здесь очень многое зависит как раз таки от саппортов. Кто кого перебегает, кто сможет лучше буст дать своим кор персонажам, тот и будет иметь преимущество в мидгейме, в мидгейм-драках так точно. И в более выгодной ситуации, если команда не будет ошибаться, сможет выйти в вейтгейм. Ну, хороший бан. Ничего, вот забанили Чена, и ничего, чтобы Сикреты не могли вначале как-то продавить скрипами. То есть ты выходишь с Shadow Demon, ну, скрипами, с ничего, с Ченом. Гангать либо к бестмастеру, либо там пушить с Террорблейдом, и это очень-очень сильно. Сейчас просто Акс заедет. Вначале нет ответа на никакого, на самом деле. Может быть, Акс для Пупея, но, опять-таки, по-моему, слишком пассивно. Не знаю, что у Демон Акс звучит, по-моему, хорошо. Акс нравится, на самом деле. Может быть, даже Котл какой-то здесь заедет. Рикки может какой-то заедет. Под бестмастера хорошо, ловить Мирану. Эмбер Спирита тоже ловить на тучку. Четверочка такая серьезная. Мне кажется, нужно второго саппорта брать, хорошего. Как раз-таки без роуминга, без ничего, чтобы была комбинация под Shadow Demon, чтобы было взаимодействие. Потому что в соло загангать здесь… Эмбер Спирита какого-то? Или… вот, Веншфол Спирит подходит. Ну, внутренние беспокойства у меня за пик команды Сикрет присутствуют почему-то. Мне на самом деле нет. Мне не нравится. У них полный стандарт, если они здесь затянут, то будет плохо. Но вообще, как бы, выглядит это все более-менее синергично. У них стимфайта вообще никакого нет. У них просто 5 героев, которые там сколько-то целый урон делают. Ну, при всем при этом у них есть сумасшедший пуш потенциал, супер-быстрый Рошан, что Пупей очень любит делать. В смоке зашли минуте на 10, забрали Рошана, пошли напирать на товара, а товара здесь будут падать просто мгновение. Да, любая ошибка от LGD, любой ганг, то есть, допустим, от Сикретов одного-двух героев убили, пока они в таверне, вот эти 30 секунд, ты просто два товара потеряешь. И Сикрет здесь максимально сильны до той стадии, пока как раз-таки Эмбер и Джайгер смогут реализовать свои Battle of Fury. Если в этот момент смогут Сикреты забрать хотя бы одну сторону, а шансы у них для этого очень хорошие, то здесь победа Сикрет. Если же LGD смогут отбиться, мы уже видели, как они умеют отбиваться, эта команда точно умеет это делать, то вот в тяжелом таком затяжном лейте я бы предпочтение отдал здесь LGD. Тайтхантер для Хэо. Да, он медленный темп, они его любят, и здесь он неплох, а здесь, получается, в сложный у нас будет Джаггернаут с кем-то, либо в Ксяо номера не пойдет в сложный у нас. Ну что-то новое от LGD. Интересно. Это интересно. Да. Нужен был герой как раз-таки на отпуш. LGD это прекрасно понимает, и верно, это один из самых хороших отпушеров. Ну что же, второй матч на выбывание. Сикрет против LGD начинается прямо сейчас, и мы по традиции возвращаем наше слово комментаторам. Смайлоу и Адеквату. Спасибо, Иван. Еще раз всем добрый вечер, дорогие друзья. Мы возвращаемся в прямой эфир, и будем смотреть дальше за этими ужаснейшими в плане результатов матчами в нижней части плей-оффа за Интернешнл 2016. Как же сейчас Клименту просто некомфортно. Второе. Ты всегда вроде занимал хорошие места, хорошо выступал там и с Нави, да, и с Сикретами. Ну вот в последнее время, вот как раз, вот в эре этих дисбандов, он топ-16 Манилы, сейчас тоже близок на самом деле, очень близок. Вот это вот ощущение преследования одного и того же места, когда занимаешь топ-16, потом опять топ-16, действительно очень давит, очень серьезно давит на Пупея. Уверен, что ни Ксяуэйт, ни Пупея сейчас не хотят вылетать с турнира, определенно точно готовились, определенно точно будут показывать самую-самую классную доту, которую только можно. Ну и мы, конечно же, будем за этим пристально наблюдать. Пики были сделаны, ты знаешь, вот один момент, который хотелось бы обсудить отдельно. Кунка. Кунка, я смотрел перед стартом этих сегодняшних игровых игр, соответственно, да, сегодняшнего игрового дня, Кунка имела 73% винрейт. Как тебе, суппорт Кунка? Ну, это вот как раз герой, который набирал там в Азии у нас эти обороты, и против которого еще типа до конца не научились играть, но этот герой, он хороший, он такой, любит брать суппортов с подсейвом сейчас в последнее время, это типа Даззл и там Шадо Демоны, а у этого подсейв есть на всю команду. Ну, он тебе дает такой баф, что тебя пробивать сложнее, но это, в принципе, и есть тот самый подсейв. В принципе, да. Давайте быстренько пройдемся по составу, посмотрим. Сикрит, это пупей на Vengeful Spirit, Энвис играет на Terrorblade, Бульба, Beastmaster, Пайлайдай, Шадо Демоны, Артист играет на Алхимике. И команда LGD. Ксяу будет играть у нас на Миране, Банан будет играть на Кунке, Мэйби будет играть у нас на Джигерна, у тебя грязь на Ember Spirit, и, соответственно, ММА будет играть на Винтеру Верни. Заметил вообще идеальный возраст тренера замены? 29 лет. Банане 29, Микасе 29. Это, походу, вот 30-ка будет, уже не будет допускаться именно к стендингам. Ну, вообще, да, предел, только граница, да, 29 лет? 29 еще можно. Слушай, да, интересная теория весьма. Контроль Церун у нас в те времена, конечно, хочется Алхимику Баун Церун подарить, Team Secret, они заняли как раз-таки нижний спаун, на верхнем спауне у нас ребята из LGD, но тут все без кровопролития обошлось, все артизи спокойно забирает себе баунти, все в порядке, и отправляется, конечно же, на мид, уже, кстати говоря, прикупив себе топорик стэш. Ну, довольно интересно, сегодня у нас аналитики очень много разнообразной инфы выдали по касательно этого матча, по поводу прогнозов там на лейт, на начальную стадию. Мне вот тоже кажется, что Secret набрал действительно своих персонажей. У них, в принципе, их пик больше нравится. Ну, вот опять же, правильно говорили, да, и под пуш есть, и драка есть. У них более балансный пик. Ну, что это такое? Вот это вот Амирана, которая стоит на оффлейне, ну, мне кажется, этот герой сейчас не для оффлейна вообще. Он либо миддл, либо миддл, хорошо стоит, да, вот этот герой проказ, либо вот как сейчас играл у нас товарищ Фай. Он побегал там от четвертой позиции, хорошо встал, там, может, какие-то манно-ботиночки подсобрал, там, Мекку, вот это, да, тоже она рабочая. А на оффлейне, ну, лучший герой есть на оффлейне, чем Амирана. Ну, видимо, просто вынужденный был пик Винтер Виверны против всех количеств огромного иллюзий, да, то есть против ультимейта, да, против сплинтер-бласт, против жесткого пуш, он очень хорошо работает, так что пришлось просто Амирану поставить на оффлейне. Ну, пока смотрим по линиям, что у нас получается, бестмастер в Agible Spirit на топе. На миде, на миде, на миде, на миде, ой, и артизи может покинуть удар последний, миде, это, по-моему, крит сработал, если не ошибаюсь, да, это был крит, и в итоге ферсбат оформляет миде на артизи. Вот так вот, вот так вот начинается у нас эта карта. Хороший торрент, хороший торрент у нас был. Вот она, роумящая кунка, опять же, дает о себе знать, поддержки никакой алхимика в миде не было, никто ТП не делал, мы вот как раз только что подметили, что в Agible Spirit там стоят на топе, что тот демон был занят в лесах, видимо, ТПшку ребят не было, ну, и просто не ожидали, не ожидали того, что вот прям так рано могут выйти в бой ЛЖД. Так что с небольшого плюса начинает Мэйби, очень приятно против алхимика сделать скилл, ну, естественно, по ХП немного преуспевать и так далее. Ну, на нижней линии видим здесь Энви, стоит, благополучно будет зонить, конечно же, Миран, в всяком случае, стараться через Метаморфозу. Так, контролится у нас опять же. Это сейчас подстанца, контролит же, Пупей, ну, что так рано ты нажал? Банана. Вот он, Банана, 29 лет. Рановато. 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 Или уже поздновато. Одно из двух. Так тоже можно сказать. Ну, что, третья минута встречи. Пока очень мало. Опять же, перемещение стороны Team Secret, то есть, суппорт у нас не будет в начальной стадии работать. Работают они пока на сейв своих пор-героев, чтобы Бестмастер отъелся, чтобы, понятное дело, Terror Blade отъелся. Что такое тоже на Terror Blade, мы видели как раз-таки на примере предыдущей карты. Поэтому, я думаю, что LGD не захотят на фрифарме его оставлять. Да, который просто в геометрической прогрессии, если им доишь спейс, он уходит по артефактам, и ты его уже никто не догонит. Плюс еще Алхимик в команде есть, который тоже рано или поздно, если ты не будешь их поддавливать, он тоже будет в геометрической прогрессии уходить в отрыв по Networx. Так что очень опасно. Ну да, так поэтому Emiran здесь остается пока на оффлэне. Ну, отчасти, конечно, пытаются их-то поднапрягать, там, пару тычек сделать, отойти, там, ну, в общем-то, просто хотя бы вот какое-то моральное сподавление создавать для этого Terror Blade. Ну, пока все очень спокойно на линиях, туда ничего не происходит абсолютно. Понятное дело, на снатопе, там, правда, может быть, какая-то война случится. Купей, они пытаются собрать. Ну да, чайные это единственный дизб, который способен сбить тп, пока у интервера нет ультимейта. Ну, естественно, Купей грамотно делает тп-аут. Так вот, ребята из LJD в принципе тоже своих Core-героев отфармливать нужно, то есть, и наши аналитики уже говорили, мы прекрасно все понимаем, что Ember Spirit и Джагернаут раскачанный, там, с БФами, с Daedews'em на Ember Spirit, они, конечно, будут довольно серьезны по боевой единице. Им нужно раскачиваться быстрее, намного быстрее, потому что если они будут идти вровень, то, как мы уже говорили, что Алхимик и Терреблейд, они потом в отрыв уйдут моментально, просто там со какого-то такой будет скачок, который они сами не заметят. Поэтому им нужно вначале это доминировать, чтобы у них артефакты, то же самое там какой-то батл фьюри очень быстренько появилось на Джиггернауте, чтобы он тоже мог в определенный момент начать фармить много крипов разом. Банана на топе, есть крест, торрент, хорошо, все получилось, но правда Кунка может отъехать. Сейчас большие проблемы у Бульба, тем временем Бульба, скорее всего, погибнет, Флэмгарда проживает его агрессивно, да, это минус. Но и Пупи, кстати говоря, тоже может стрять, Принтербласт залетел, кончился Флэмгард, а Торрент, замечательный Торрент, так и даблкил делает ММА и уже 3-0. Ну вот, в подтверждение твоим словам, Серега, выходит Кунка, начинают атаковать, начинают гангать и доминировать на линиях, все так и происходит. Ну, нужна, нужна агрессия, потому что без нее здесь, ну, нельзя, в пассивную доту играть нельзя. Вот, учитывая момент, Пайлайдай, будет ли стакать сейчас под своего алхимика, да, мы видим огромное количество уже здесь нейтральных крипов, собралось на нижнем кемпе, и Артизия уже уходит их фармить. Очень приятная тема, как раз-таки нам на групповой стадии тоже один из суппортов, что тот демон, показывал, как можно делать стаки, причем двойные за дайр. Здесь в сторону Рейдин пока получает только один стак, хорошо делать. Ты посмотри, что вот этот единственный килл на Артизии сделал вообще с мидом. Сейчас, во-первых, в два раза по крипам у нас опережает Джиггернаут Мэйби Артизия, это раз. Во-вторых, ну, по левелам и просто выгнал его в лес. Он уже с третьего левела начался делать стаки, он не захотел стоять в миде вообще. Он просто испугался. Это вот как раз разговоре о том самом Кунке, а его там сколько, 73% винрейта. Ну, ты знаешь, может быть, Артизия просто с леса сейчас и больше вынесет, потому что стаки там было довольно, ну, большое количество крипов, он там себе левел уже хороший поднял пятый, по-моему. В общем-то, фарм-то идет. О, помни, слэшот, пожалуйста, теперь соло-кил от Мэйби по дабл-дамеджам. С Бенжи Фул Спирит он разобрался, 4-0 от LGD. И пиледили, да, да. Он без ботинка, а Мэйби у нас на фейзах. Пойдет дальше? Не, не пойдет, далеко, далеко, убежал уже. Ну, да, там как-то размансит еще сквозь деревья, еще какой-нибудь ТП будет, и Мэйби могли бы возникнуть проблемы. Но в итоге так и остается 4-0. Да, но то, что мид-линия так была сильная от на джиггернаут, это, конечно же, нонсенс. Мэйби, я думаю, очевидно, доволен таким раскладом. Ну, и также доволен, конечно же, агрессив, который стоит на легкой линии, получил уже два ассиста. Есть у нее сапог, боттл, кулерман-шилд и все в порядке. Стики себе приобрел еще. Энви, Энви зато хорошо фармит, у него уже 44 крипа. Переключимся, наверное, с шестой минуты на нетворсики, можно уже осмотреть их. Да, вся Уэйд за бананой. У Энви могут большие проблемы, есть крест, теперь посадить на торрент. И по таймингу, конечно же, стрелу дать, но есть и срапсан по ладая, хороший сейф от по ладая. По итогу спасает жизнь Энви. Не получилось здесь атак, хотя, опять же, вот моральное давление, оно создается. С каждой секунды, с каждой минуты, просто ты можешь ощущать напряжение. На самом деле могли подбайтить. Мэйби ускоряется на Бульбу, тем временем на топе. Блэд Фьюри. Бульба сможет отмансить. Нет, не получается, очередной килл Мэйби. Что же он творит на этой карте? 3-0-0 на седьмой минуте. Этому молодому человеку нельзя вот такой спейс давать, потому что если он разгонится, мы все прекрасно знаем, на что это способен. Он здесь поддерживает просто Мэйби, невероятно. Но действительно исполняется сейчас на очень высоком уровне. Спейс уже был создан для него, да он сам для себя спейс создал. Делает соло фраги, бегает, он спокойно стоит на медлине, ему один раз только Кунка помог. 4200 на Творце, больше чем у Алхимика на тысячу. Наш стас мы даем информацию, это вам не Тайдхантер. За последний год Ксяу играл на Миране три раза и все три победы. Последняя против Evil Genius'а с тому групповым этапом. Кстати говоря. Кстати говоря. Ну вот он Ксяу, Саткингбудсами уже, между прочим, левел шестой имеет. Крипов он убил порядочное количество, 29 на 2. В целом, безусловно, будет отставание от Террор Блейда, но ввиду того, что Террор Блейд все-таки стоит на легкой лидинге, как ни крути. Но, опять же, отставание не такое уж и большое. Стаки на Эншток делаются. Вот что самое важное, но стоит Vision сейчас у LGD здесь. И как только Алхимик пойдет там фармивать эти самые стаки, наведует LGD это 100%. Да, моментально какие-то Ксяу перетянутся, будут Китеру кидать, либо как раз-таки заход под Moonlight Shadow туда. Но будут, будут что-то придумывать. Просто так эти стаки нельзя, конечно, отдавать. Если эти стаки сейчас у Алхимика забрать, то очень жестко приседало его будет. Но вот сейчас, пока Алхимик не пошел фармить стаки, есть LGD время, просто нет с чем-то своим. И они решили подпушить нижнюю линию. Никто из дефа не требуется. Ну, он с армлетом это только может сделать, поэтому нужно сначала нафармить армлет, а потом только уже выходить на эти стаки. По-другому никак. И на него выходит сейчас, будет в спину атака, Мэйби уже здесь, Артизи, вот он, Умнистэш не дал, Туман войны. Туман войны ушел, Артизи, но есть крест. Мэйби сейчас, наверное, не захочет, потому что знает, что там сейчас потянутся тиммейты у Тим Си. Так, и там просто ультимейты есть, и еще падает это все под Тауэром. Ну, если бы сразу дал Умнистэш, было бы, как бы забрать. Пупея, не Пупея проблемы. Отстанивается, агрессив уже расставался. Тут же Moonlight Shadow, агрессив в Инвизе. Потягивается ММА и тоже летит. И Пупея смогут и достать. Нет, Пупея здесь остается в живых, судя по всему. Энвир решил стаки зафармить, как раз под тучкой алхимика. Но очень опасно, очень опасно. LGT тут практически полным составом рядышком. А спина Джаггер заходит в Инвизе, в Инвизе. Сейчас очень охотно сейчас поймает. Мэйби таких не отпускает. Ну, а Ксяуэй, тем временем, уже принимается за Тир-2. Нам показывают. Смотрите, с катапультом вместе. Ноль внимания со стороны Тим Сикрета. И вот только-только сюда делается ТП. Ну, стаки здесь зафармивает уже Энвина. Колянный фраг для Мэйби и уже Доминейтик. Можно было телепортироваться прям сразу в этом омми-флэше. На самом деле его здесь могут и не отпустить. Ну, нет, нет, нет. Успеет. У тебя, наверное... Нет, пустевай! Ой, Мэйби, по-моему, машинка есть. И с рабшим, что дальше делать? Пытается уйти на фейзах. Хороший муспит. Хилингвард тут сбивается. Праймл Роран достает. Здесь Бульба, пара ударов в спину. Раскрутка от Мэйби пошла. У него большие шансы, чтобы выжить. Какой же он быстрый. Спинтер Бласт и Мэйби выживает невероятно. Он зашел просто под Тир-2 к противнику. Нормался на трех героев противоположной команды и смог уйти. Создав невероятное количество времени в виде спейса для кор-героев. Для Эльбер Силька. Ксяу снизу, на самом деле, Таурочек подснесли. И он там просто занял эту позицию. Стоит, фармит. Никто его не трогает. 42 крипа, моно-ботинки, аквил и стики. Очень все круто. Ну и уже можно подвести промежуточный ток. И, конечно же, он будет неутешительным для Team Secret. Потому что они начисто проиграли стадию лейнинга. И на 10-й минуте не сделали ни одного кила. Сколько там у них по надворцу? Уже около 3000. Как в половине. Да, там опасно. И выход на нижнюю линию. Уже она подпушена. Ксяу ее там уже раздолбил на 2-3 хп. И сейчас просто будут сюда заходы все команды. И я думаю, вряд ли вообще Secret будут ее защищать. Глифа нет, тем более. Глифа нет. ДП сюда уже стоятилась. От алхимика. Типа его здесь нет. Он только-только принес себе армлет. Ну и там, вертительно, упадет. Сикреты, они очень любят затянуть игру Blade. И там показывают свое макро. Мы прекрасно видели в последнюю игру гурпаукового этапа, когда Secret играли у нас против Team Liquid. Против Team Liquid. И какие там две классные вот эти карты были. Ну, в том числе мы видели карту предыдущую. Примерно аналогичную. Тоже самое делали ребята из TNC. То есть они просто затягивали в сторону Raiden, имея Terror Blade. Они отфармливали, отфармливали. И потом привел к тому, что Terror Blade пришел, он всех убил. То есть план понятен. Дотягиваем Blade. Но как бы вот сейчас просто не отдать полностью всю игру на ранней стадии ребятам из LGD, потому что они уже начинают собираться вместе. Они уже вчетвером идут ломать товара. И процесс этот остановить будет невероятно сложно. Как-то попытаться все-таки через тучу, через что-то не отдавать так вот рано эти товара. Потому что если сейчас упадут к 12-й минуте все террадин товара, LGD их очень сильно к базе прижмут. И они не будут их отпускать уже. Ну, подкуш серьезный, конечно. Вроде бы Exit Spray вешается. О, отличная стрела. Файлайдай залетел. Тиауэй тут же рассказ. Старштормы. Файлайдай не отпустит. Должны убивать так. Крест. Исрапшин пока себя спрятал. Торен по таймингу. Да, хорошо скомбинированно получилось по итогу. Ну, и дальше идти. Дальше идти? Очень агрессивно. Сверху агрессивно, с барабанами 1100 кп. Он прям будет вырываться под этот тавер, прям чувствую. Он вошел. Вошел. Подвязал. Купием. Проблемы стрела мимо Black Fury. Конечно, уже догоняют на фейзах дисмейбе. И делают уже мега килл. Слишком агрессив. 8-0. 12-ая минута встречи. Зажимают LGT своего оппонента. 21-0. Помнишь? Игру. Это были OG и Феникс, по-моему, да? На манилском мейджоре. Феникс. Как раз Феникс сегодня отомстили им. За манилу. Да, было дело. Но под ноль карты были. Были. На мейджорах были. На Инзейнтернешнл, я вот не помню, были ли на Инзейнтернешнл. На Инте еще не было. А вот на мейджоре, да, была все-таки. Но пока все идет именно к этому. Ну, конечно, свое веское слово еще в Team Secret не сказали. Все еще Алхимин фармит, все еще ТП раскачивается. Я даже могу припомнить. В 2012 году со счетом я играл в той игре. Там 8-0, но проигрывали на 10-м минуте лево-нули. Были игры на ноль. Были. К сожалению, но были, да? К сожалению, но есть, да. Есть грешок. Хорошо, история об этом знает. Ну, окей, значит, это не будет сенсационным каким-то. Хотя и будет сенсационным результатом. Конечно, если Team Secret проиграет с нулевым раскладом, здесь в этой карте это будет типа сумасшествие. Но пока еще игра продолжается. 13-минутам. Что-то хотят Team Secret придумать, потому что они просто так не издаются. Это все-таки Best of 1. Команда, проигравшая, вылетает с турнира и будет досматривать уже Интернешнл из своих сьютов. Поэтому с Секретом нужно. Нужно что-то приходит, и они это делают. Смачок на верхней линии. Очень грамотный смок у нас от лжедии просто просканировали. Знают, что тут очень много персонажей находится. И сами в смаке заходят сейчас в спину. Есть на Тиммейду, Мэйби, есть корабль. Все, есть. Сейчас должен быть какой-то хороший врыв. Есть дисрапшн. Люди, конечно же, полетятся, пытаются снимать. Один тавр. Глиф. Праймл Рор тем временем уже пошел. Агрейсив прилетает как раз-таки на верхнюю линию. Мэйби уже раскручивается. И, по-моему, нужно просто Team Secret отойти. Агрейсив с дабл дэмэджем. Мы подцепили, подцепили там. Кого подцепили? Есть Пульба, да. Пульба умирает. Ну, хоть как-то разменялись. Вот просто по рекапу посмотреть. В плюсе у нас Team Secret. Такие размены сейчас им в плюс, на самом деле. Хоть один к одному. Даже с упорта на оффлейнера все равно они будут в плюсе. Вот несмотря на всю доминацию, просто посмотрите по индивидуальным нетворцам. Джиггернаут держится... Ахим, точнее, держится хорошо. Террорблей держится, в принципе, неплохо на уровне с Эмберспиритом. Там где-то рядом Бестмастер. То есть еще есть за что держаться, есть за что спорщаться. Да и ТБшка там, в принципе, и не отстает. Тоже у нее есть там Дрэгон Лэнсик появился. Ну, хоть что-то, что-то, но имеется. Но пушат. Пушат уже LGD. Уже забирают пятый табор Криат. Ну, это всего лишь 14 минута. На Мидитердай, на помню, еще не забрали. А Сикреты, конечно, принимают, по-моему, самое правильное решение в данной ситуации. Они пытаются сплить, они пытаются в ответ на забрать хотя бы Террадин. Но они понимают, что им очень трудно. Они проседают в драке сейчас кардинально. Под этими кораблями, под всеми щитами, крутилками джиггернаута. Там магия не действует. Еще плюсы ко всему колдембрейсы. Ну, драться они не могут сейчас 5 на 5 вообще никак. Им нужны артефакты. Ну, вот они пытаются тоже. Противник сейчас под АТ, правда, может подставиться. Да, он Шаду поиск, за счет чего испалился. Есть Moonlight Shadow в исполнении LGD. Ныряет Циауэйд, Лип, Стрела. Двойной, конечно же, Старшторм. И это минус Шаду Демон. Это одиночные киллы, там 5 левелов суппортов. Это, в принципе, ничего не значит. Они могут так отдаваться и отдаваться. А потом будут выиграть одну драку. И все преимущества, которые зарабатывают как раз вот на этих маленьких таких, маленьких бульоночках, маленьких булочках. Вот, они могут вернуть за одну драку все. Ну, так и есть. Ну, то есть, вроде бы Шаду Демон погиб, но отвлек немного внимания противника. Подформил Алхимик, подформил Террор Блейд. Что-то дополнительное вынесли себе и уже чуть проще становится с каждой секунды. Посмотрите внимательно. Артизи, 3 800, близок к покупке Сакрата. Нужно Курьера, правда, каким-то образом отправить. Но без внимания LGD, вот Курьер не пройдет. Нельзя сейчас Курьером. Последний внешний Тавр, 15-й. 15-я минута ровно, он падает. В какой же сейчас обороне придется сидеть Team Secret, а? Сен-Джин Яша. Сен-Джин Яша и Трикернау, да. Ну, самый главный, самый принципиальный сейчас вопрос. Сакратрелик не удалось купить, да, Курьера здесь, конечно, будут гонять. Так вот, самый принципиальный вопрос, когда LGD поверит в свои силы, чтобы подняться на хайграунд. Будут ли они еще фармить, будут ли они забирать расшару? Рано, рано. Просто нечего. Нету каких-то ключевых артефактов, с которыми можно... Ну, в Ember Spirit только тревелай, только барабаны. Они просто могут держать вот так вот и перефармливать, аутфармливать. Мы же знаем, это академическую доту. Они тебя прижмут к базе за 15 минут, если ты им позволишь. А потом они просто нафармят 50 нетворса, 50 тысяч нетворса. Перефарман над алхимиком, тем не менее, да? Да, и зайдут, что ты просто не сможешь пятером одного суппорта убить. Ну, вот уже, да, поджали. Уже поджали. Просто посмотрите, где находятся иконки у Team Secret. Они не выходят из своего тир-3 тавора. Они боятся, боятся, как огня этих LGT. Куда бы ты ни вылез, всегда можешь встретить Мэйби с Сомнислэшем или Кудмирану с прокастом, или, например, Кунку. То есть все герои чрезвычайно опасны и подставляться не хочется. Да, Secret, конечно, засели в глубокую оборону. Да, LGT формят в три раза больше по-хорошему. Они формят Чужой Лес раз, они формят Чужих Эншентов два, и они формят, соответственно, всех крипов, которые идут по линии против всех крипов, которые идут по линии от Team Secret. Ну, вот он смог внезапно от Team Secret. Что же это будет за заход? Это, возможно, попытка вырваться просто из этих оков. Попытка Рошана из этой блокады? Дефолтная. Ну, это очень опасно, это очень самонадеянно, конечно, будет решение. Аня на Рошана, смотри, он с Вен Гой и с Бисмастером. Это точно выход на Рошана? Они с поймать могут. Крат, Джигернаута, Прайм Алрора встречает. И вот он фраг, которого очень хотели Team Secret. Это очень грамотный фраг. Я не знаю, вот как так сложились карты, звезды так сошлись. Что именно там поймали? Джигернаута этого поймали. Вот просто файт-рекап. Посмотреть 1200 экспы и полторашка по золоту. Просто с одного какого-то маленького убийства. Ну, а сейчас будет меньше стороны LGD. Они уже не дают вернуться на базу Team Secret. Поцепили купе. Отличный торрент залетел. Ну, и что, продолжение по-нужному, наверное, хотят? Непонятно, в спину заходит Террор Блейдс. Да может, Джигернаута нету. Почему бы не подраться? Ксяу. Молодая проблема. Залетает корабль Теренем. Хороший. Винтер Скёрс сжимает купеев. Собственного тиммейта у Бил Энви получается. Есть топорики. Агрессив. Ухой, конечно же, на Римнан. Пока неплохо разводят LGD. Два килла сделали. Сами остались в живых. На самом деле, на самом деле, если бы они сразу вышли подраться бы всей толпой, вот не дали бы умереть своим суппортом, то все было бы круто для них. Все-таки Кунку ловят у нас. Кунку подловили. Хорошо. Кунка погиб. Тем не менее, вот даже такого разряда размены, они, опять же, на руку Тим Сикрет, потому что он химик, получает доступ к крипам, он вырвался из базы, у него появится радианс. У него радик есть уже. Радианс, отлично. Значит, можно фармить дальше, а дальше травела. Мы знаем эти тайминги, мы знаем эти артефакты. Мальн Манта Стайл все еще нужно приобретать. Да и 2Б-щик все неплохо. Корый, корый. Тим Сикрет тут хорошо. Оффлейнер догоняет оффлейнера LGD. У него там уже вторые некрасы сейчас скоро появятся. Траться скоро можно будет, на самом деле. Да, ну что, LGD получили такую оплюху небольшую сейчас. Посмотрим, как они будут реагировать. Опять же, вопрос, когда они пойдут на этого самого Рошана, он их просто в доступе, нет Vision и у Сикрет. Они боятся туда идти. Чего мешает LGD пойти забрать сейчас Рошана? Бить нечем. Очень долго будут бить. Очень долго. Они потратят там, не знаю. Вот, повтор-повтор, как умирал Банана, делал топ-аут, и крипы оказались сильнее. Ну, пока они будут бить Рошана, они тем Сикрет позволят много подфармить. Они будут бить две минуты, полторы минуты Рошана, а за это время Алхимик нафармит столько же, сколько будет стоить Рошан. Ну хорошо. Вот сейчас они не бьют Рошана, и при этом все равно тем Сикрет фармят. Более того, баунтюру он еще Алхимикой собирает. Спейс все равно создается, все равно Сикрет находит возможность бить крипов. Вот LGD пока это время немного растрачивает. Сейчас, как мне кажется... Это ошибка. И это большая ошибка. Давайте посмотрим, вот он срок, вот он выход на топ. Главное, не отдастся здесь Terrorblade'у. Потому что у него сейчас, на самом деле, все хорошо. У него ситуация нормализовалась. Он все, он в безопасной позиции. Суппорты грамотно отсюда улетели. Flaner Support падает. Товерок, все в плюсе, хорошо. Сейчас некрасов главное не отдать, а то сейчас по 150 голдышечкой за них подлетит. И все, все. Опять смог Moonlight Shadow. GT потратили, никого не найдя. И Секреты просто отошли на свою базу и занялись в самообранительную позицию. Кликал там, как раз таки. Сейчас посмотрел, по-моему, Пупей на Рошана. Он намекал своим тематом. И отможет сходим. Опасно опять же идти. Вот сейчас может быть стычка, потому что далеко выходят Team Secret из своей базы. Иллюзии, иллюзиями они выходят. Они сами-то не выходят. Вон Terrorblade'овские иллюзии бегают. Сейчас вот побежали с Родианцем. Иллюзии Shadow Demons. Скан на скан, никто никого не нашел. Да, но плюс-минус знаю, где находятся у нас. Смотри, они реально на Рошан побежали. Да, они... Это Пупей, ну ты что, это все... То, что ты и говорил как раз. Рошан, сейчас быстренько заберем, пока эти не одупляют. Сейчас пили-ди-ли продадим специально. Смотри, просто продаем. Он внимание к себе привлекает. По больше времени нужно выиграть. По больше времени Disruption тебя спрятать. Рошан упал, Рошан уже упал. Все, минус Рошан. Шикарно. Team Secret, Пупей и его макро. Феноменально. Просто тэп-ауты на базу. LGD оказались обманутыми в данном раскладе. И Envy. Envy надо покупать этот телепорт. И надо отсюда улетать. Просто нужно моментально тэп-аут. И все. И ушел. И фармить. И сейчас нижняя линия как раз очень сильно подпушивается. Фантастика. Да, сейчас туда можно иллюзию еще отправить. Ну, не иллюзию, а там самим пойти. И там еще очень много денег. Вон, две пачки грипов идет. Вот в такой ситуации, в которой оказались Team Secret, нельзя допускать каких-то ошибок. Тем более в макро. И пока мы видим, как Пупей и его компания играют практически идеально в той ситуации, в которой они оказались. То есть, да, понятно, они програли стадию ленинга. Дали все тэп-эра. Там много фида было. Но вот сейчас, в данный момент, начиная с 16 минуты, по эту минуту включительно, они делают камбэк. Они уже отыграли. Получается около 4000. Какие бы ни были там замены в Team Secret, но эта команда, когда там будет присутствовать Пайл Айда и когда там будет присутствовать Пупей, она всегда в макро игре будет оставаться на мировых позициях. Эти ребята знают, что делать в макро. Ну, пока ошибок, опять же, последние пять минут, ребята из их не допускали. При этом LGD пока не знают, что делать со своим преимуществом. Более того, преимущество они уже растеряли. Но! Всегда есть одно но. Это но, это, конечно же, отложенный кор героя. Эмбер Спирит, он на финишный прямой к покупке своего БФ, безусловно, тот же самый БФ собирает себе Джиггернаут. И, возможно, лучше сознательно шли на такой шаг и просто хотели подформить себя айдемом. Они хотели подформить, но они выпустили с базы. Они выпустили с базы. Могли бы фармить и как-то получше. На территории противника. Это было бы в разы продуктивней. Ну, что, вот смог провязали сейчас Team Secret. Более того, у них появился Aegis в инвентаре. Это значит, что хочется пытаться Aegis реализовать. Хочется хороший файт провести. Да, Alchemic всегда может прилететь. Я не знаю, могли бы пойти в 4-ом в другую сторону. Я не знаю, зачем они бегут. Это настолько очевидно, что если Alchemic так далеко уходит, что за ним игроки плюс-минус в той какой-то области, они могли бы побежать куда-то. А Alchemic, он мог бы тпшнуться к ним бы на кабана или на птичку. Спокойно, абсолютно. Вот такой мини-байт шли устроить. Стрела залетела точно, ястреба в лицо. Ястреб сбит, ястреба больше нет. Хотя вру, есть, вызвали нового. Все в порядке. Ну и пушит, пошли сами Team Secret. По-моему, они почувствовали себя уже сильнее. А Aegis надо реализовать. Почему бы нет-то? У них там хорошо все. Ну хорошо, они хорошо принимали противника у себя на территории, а вот теперь уже территория оппонента. Пока Battle Fury нет, очень сильный Terror Blade плюс Shadow Demon. Сейчас появится Battle Fury, там чуть по-другому будет. Поэтому сейчас спокойно можно, и вот он. Младшата пошел к Сяоуэй, дал проказ. Тут же Кунг, Торрэ, Тортизи пострадал. Что-то процент в здоровье своего потерял, нужно отойти. Надо отходить, надо отходить. Ну вот далековато находится сейчас персонаж LGD. Maybe далеко, там куда-то вниз уходит агрессив, Секреты попушили. Tower не забрали, правда, но тем не менее смогли вернуться в другие линии и продолжать бить крипов. Ну что, откидает также LGD. Мы видим, что и Grand Blink Dagger появляется сейчас. BF и Berspirits вот-вот уже должен быть. Да вот они прямо одинаково появятся, эти Battle Fury. Вот он, Battle Fury у агрессива есть. И вот он буквально Maybe сейчас топа вот этих крипов добьет. У него тоже не хватает чуть-чуть для Flame War. И там тоже через секунд, через 20 принесет себе этот Battle Fury. Ну самое время вспомнить те расклады, которые готовились непосредственно позднюю ставить. Игра, которую говорили наши аналитики. Да и мы с тобой тоже. Что будет дальше? Где-то минута 60 с такой игрой. Вполне может быть, что игра до этого тянется. Ну очевидно, что Джаггернаут, Имперспирит, Кунг, Эмирана раскачаны. Это ребята очень сильные в лейте. Справится ли с ними Terror Blade с Alchemic'ом? Ну на самом деле Terror Blade с Alchemic'ом тоже не слабенький. Если Artyzia сейчас выйдет в этот билд, потом он за еще Аганимой там начнет делать, там Венгея, там Shadow Demon там уже, то там тоже будет неприятно на самом деле. Ну да, тут потенциал для развития, конечно же, Alchemic'а есть. Причем его потолка он достигнет еще не скоро. Он еще себя даже в треслота не одел. У него только вот Яша имеется. Но он к этому выходит. Более того, Панутворс начинает уже отрываться. Такого не было у нас первые 20 минут, но вот сейчас уже отрыв пошел. Alchemic'а. Ой, Артизи, ой, Артизи, ой, Артизи, как ты бежишь. Ой-ой-ой-ой, ты просто ничего не боишься, тебе плевать на все. Беги, 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 беги. Ну его поймают, сейчас собьют Аегис ему. Да, все, минус Артизи. Опа, гуляющий Артизи. Крест на торрент посадили, подняли. Джиггернаут здесь, Омнислэш, Артизи. Надо спить, конечно. Биттер с Кёрсом, стрела залетает. Артизи стоит. Не успеют сюда подойти у нас кимейт. Или успеют, или успеют, бегут, бегут. Пайлайдай бежит. Слушай, Аегис, ты уже заканчивался, так что успеют ли кимейт и помочь? Это действительно самый главный вопрос. Но Артизи, Артизи. Расключил и стал, Монтон Стайл бежать, Арметов играть. Артизи все еще живо. Арметов опять играет. Вернули на крест. Он успел, на самом деле, сейчас... А почему, если бы команда сейчас пошла, они сейчас всех бы тут убили? Они, видимо, не поверили. Они просто не поверили, что так долго Алхимик сможет жить. В один момент они бежали, но просто развернулись. Энви Таур забрал. Но неплохо, Илюш, Мироплот. Энви Таур забрал, Энви Таурочек. На самом деле, да, он очень много спайсов сейчас дал. Он сейчас покоцал всех. Так, проблемы сейчас, на самом деле, в лесу у ребят из Секрет. Сентрик стоит, практически уже догнали ЛГД своего противника. Эру, Эру, Эру в Кабана. Может достать Сяуэй. Да, цепляют Пайлайт Дайя, Сиринг Чейнс. Дайя раскастовалась, конечно, но погибает. Цепанули. 3.15, 25-я минута матча. Уже БКБ. БКБ у ТБ появляется. Конечно, партифактами что-то круто, как было у Рейбена в той карте у ребят из ТНЦ. Но уже есть просветы. БКБ, Драгон Лэндс, Яша. Команта ста потом можно будет выйти. Хотя против иллюзий, конечно, масса всего имеется. Глиф еще есть. Так просто, ЛГД не зайдут. Сейчас Алхимик появится, придет с тучи кидать. А там только Баттлфьюрики. Только Баттлфьюрики. Ну что, заход на хайграунд. Бьютир 3. Бьютир 3. Алхимик уже здесь. Экспрей повесили. Топорики тоже залетают. Есть от спам небольшой. Все, пришел Алхимик. Надо спокойно отходиться. Тут с этой тучей, конечно, пушить нереально. Артизи. Нужен какой-то дополнительный артефакт. Нужен... Ну, Акторинг, Марморчик. В плей-офф шанхайского Мажора топ-1 по киллам за всю игру занял Агрессив. 10. Филка Гейм. То же самое на Манистском у Мэйби. 10. Убийство за одну игру. Убиваторы эти, конечно, ребята, знатные. Это в плей-оффе в среднем. Да. Это крутые очень показатели, конечно. Сколько тут у нас уже у Мэйби, а тут уже 6. Я думаю, десяточку добьет. При том старте, который он получил, который он сам для себя сдостал, делал соло киллы, конечно, мы не удивляемся таким его статистикам, таким раскладам. Действительно, очень сильно отыгрывает Мэйби. Молодой, талантливый очень игрок. Как раз-таки вот и видео мы видели перед стартом АТ-карта с его участием. Действительно, он хороший, он весьма хороший. Ну что, Сикреты до поры до времени не допускали вообще ошибок. Но вот разочек все-таки Алхимика отдали. Это несколько снизило темп его фарма. А все еще он перейдет на 5000, но все же мог бы быть и больше. Да, если бы не умирал. Гем появляется. У ЛГТ, опять же, пакуются, пакуются хорошо. Все выходят в какие-то уже такие core-айтемы. Даже Винтер Верну уже просто все приобрела. Очень опасный момент. Ни в коем случае с Сикритом нельзя драться, потому что вот для Вембер Спирита лежит дабл-дамидж уруна. Если они сейчас где-то встретятся, вот этот дабл-дамидж под Бабл Фьюри, это будет... Ой, как неприятно. Попытаются ли это использовать ЛГТ? На самом деле сейчас они сталкиваются с тем, что бесконечный поток иллюзий на них отправляется. Просто посмотри. На топе, на миде, просто иллюзии, иллюзии. Их нужно отбивать. Алхимиковские иллюзии тоже пошли вперед. Но вот сейчас есть смог. Сейчас есть смог, и ЛГТ отправляются, как раз, на поиски противника. Пытаются кого-то отыскать. Иллюзия бегают там в своем лесу, Team Secret, по-моему, все поймут. И Энли они найдут, походу. А Энли, по-моему, все понял. А Энли с Булкенбаром. Очень трудно его будет поймать. Если на него нападут, его вряд ли убьют, потому что он успеет, ну, скорее всего, где у нас дети про самых лучших, Сандеркин. Можно прям забайтить было. Нет, не захотели они байтить. Опасно, очень опасно, конечно. Ну, просто оставили иллюзии и спрятались под своим Тир-3. А точность не будет пока, во всяком случае. Ну и снова иллюзии. Бесконечный обуз, да еще и дисрапшн помогает. Очень серьезно. А у Иллюзии становится теперь 4. Иллюзия из иллюзии. Иллюзия из иллюзии. Но это работает. Креп и падает. И одна наверх побежала. Вот сколько так можно терпеть? Да долго. Почему бы нет? Долго можно потерпеть. Ну, вот опять же, судя по тому, как LJD не торопится, судя по всему, у них все по плану. Вот Сикреты ждут одного. Рошана. Нет, одного момента игры. Вот, чтобы именно закончить там игру прям сразу. Я хочу закончить эту игру прямо сейчас. И она вот закончится. Единственную какую-то драку там выиграть. Потому что реально у них вот этот пуш-потенциал, если они выиграют там драку, делают минус 5 как-то там у себя на базе, они просто за 30 секунд сносят одну линию. Ну, просто пробегаясь насквозь. Ну, вообще понятно. Конечно, проигрывая там сколько-то денег, ну, пусть сейчас небольшое количество, но тем не менее, победив там, убив героев хорошо отфарменных оппонентов, плюс неся парочку доборов, они действительно выйдут вперед. Довольно серьезный вперед. У них не приседает, на самом деле, по золоту команда, ну, как раз из Алхимик, из этого Терренблэда, который постоянно там иллюзиями формирует. Стрела залетает, очень опасно может быть. Стрела залетает точно, Пупея. Пупея, сейвит, есть Disruption. Праймал Рор на Мэйби. Ультимейт. Мэйби стоит на месте, пытается пробить его Энви. Мэйби дал Omni Slash. Ушел Omni Slash немного не туда, куда хотелось бы. Энви идет дальше. Бой пока БКБ работает. Есть Сандер, но теперь нужно разворачиваться. Теперь нужно разворачиваться и уходить. Агрессис один к концам. Покойный Сирим Чейнс по Энви уже не имеет Сандера. Крест, Disruption. Disruption хорошая, сэвили от стрелы. Дальше пошел Терренблэд. Мэй, Мэй, Мэй сейчас будет умирать. Алхимик, Алхимик. А ладно, минусует с помощью Радианца. Иллюзии работают. И очень хорошо разменивают сейчас секреты. На самом деле, с суппорта на суппорта. И они бы еще там могли подраться. Если бы, кстати, они фокуснули бы очень быстро Джиггернаута под этот, под урор с некрасами там. Ну, если вся команда начала бить, то, я думаю, очень быстро забрали бы. Он там не успел бы даже ультимейт сзади. Тогда бы они Драко все в салат выиграли бы. Да-да, после замеса у всех осталось по пол-хпу в LGT. То есть, действительно, чуть побольше дэмэджа бы нанесли Тимс Игрид. Реально могли бы Драко выиграть. И вот этих иллюзий очень много. Они на самом деле противные. Они хоть и толстые, и мало дэмэджа наносят, но там эти радиансы все накладываются, бегают, по чуть-чуть тебя скребут. Знаешь, как миллион крипов вокруг тебя. Ну, вот в крипах не можешь драться нормально же? И то же самое в этих иллюзиях. Они постоянно мешают тебе. Тут стрелой не попадешь куда-то. Ты промажешь, не знаю, если куча этих иллюзий, крестом не туда нажмешь. На самом деле, это очень важно. Как в Драке обычно акцентируешь свое внимание на персонажей противника. Думаешь, ну вот этот герой сильно раскачивает, но наносит много урона. Но иногда пренебрегаешь уронами, которые могут создавать иллюзии. Вот эти просто сумоны, которые бегают рядом, контролируют иллюзию. Да, и серия Дарксира. Вот когда он в вакуум стенку ставит, все. И разбериха начинается. Да, и ты вроде бы там убил всех, но оказывается тебя что-то там добивает. Раз, с упортом вырезали. Тут кор-герой где-то подставил сапоги. Что-то еще такое. То есть вполне реально. Малайд Шадов не очередной. От ЛГД отправляются. Они опять же в чужие леса. Будем искать. Стрелы выдавать. И ловит Пайлайт Айс стрелу. Торрент. По Торренту подставляются двое. А где продолжение? Продолжение нет, потому что ЛГД распределенный по карте. На самом деле момент был самый идеальный, по-моему, для врыва. Двух суппортов подловить на Торрент. А можно было хорошо закомбинить, просто убивать. На самом деле, если он туда корабль бы кинул еще, то, скорее всего, Шадоу Демон... Да, это он попадал вполне. Не, он не умер бы. Там у него осталось прям чуть-чуть хп. У него рейндропа есть, но все равно. Но там почти все хп было хорошо летело бы. Ликинсфера появляется с средним эмберспиритом. Ой, ну давай, Климент. Ну-ка, давай. Миллиард иллюзий. Миллиард миллиардов иллюзий. Да, вот такую стратегию, конечно, мы наблюдали на протяжении всего за Интернешнл. Начиная с Вайлдкарды, потом переходя в групповую статию. Шадоу Демон и какой-нибудь Акильчик, который плодит иллюзией. Там Троу Рейнджер, пожалуйста, Террор, Блэйд, Луна, кто угодно. И этот Абус, он постоянно работает. Ну, невыносимо от иллюзий бесконечно отбиваться. Даже в данном раскладе казалось бы, мы взяли Винтер-Виверну, там, откидывать спринтер-пласт. Но рано или поздно иллюзии начнут переживать спринтер-пласт. Им будет все равно, им будет ни по чем. А вторая, вторая консерва у нас появляется. Ой, выход на Рошану у нас делают ЛЖД. Ну, а что в это время? Сикрет. Иллюзия отправляется вперед, как раз-таки на разведку. Она сейчас может дать Сижен. Птичка, птичка, птичка убивает, птичка убивает. Иллюзия знает, что здесь будут идти Рошана, и побегут сюда секретры. Или Тир-2 забрать. Вот что сделать? Собрать Нашану или Тир-2. Тир-2, по-моему, неплохая компенсация, и все же. Тир-2 будут забирать. Опасно, опасно. На Рошану идти, да, они будут Тир-2 забирать. На Глифт, тем более, еще и развели противника. И на рампу еще пойдут. Долго-долго ждет, забирает Рошану сейчас. И все эти люди пойдут на рампу. Или все, фокус-пот мы хотели сделать. Ну, все, уходите, уходите, конечно, уходите. Да нет, моментальная иллюзия все минус. Там и Старфолы, и Чейн Эфисты. Ну, казалось бы, Кристалли, еще Эмбер Спирита нет. Но БФ плюс хороший Левский помогает людям пока бороться. Ну, так вот, секреты получили хорошую капецатку. То есть, Рошана отдали, окей, Аегис противнику не страшно. Забрали денег, Алхимик все это время фармил линии, сейчас отпушиваются. И мне вот просто очень интересно смотреть за тенденцией развития вот этих вот графиков и превосходства команды другой. То есть, мы видим, что практически секреты уже сводят на нет. По голде преимущество, но по XP, конечно, проседают очень серьезно. Да, 2500 оно держится, туда-сюда ходит, но остается в этой отметке 2500 по голде. И, ну, 20000 по XP, это, конечно, очень жестко. Я просто смотрю на бедного Пайлайтайт, восьмой уровень. Ну, и Веншфул Спирит тоже девятый, против 16-го, нет, не 16-го, против 11-го пункта и 11-го, верно. Так, а книжечки мы покупаем, нет? Книжечки, по-моему, доступны. Ну, все коры, конечно, очень впереди. У нас Алхимик 17-го левела, Бесмастер 11-го и Террор Блейд 12-го. А там 19-й, 16-й и еще 16-й. Откровенно говоря, конечно, вот эта вот разница по экспириенсу, она компенсируется одним файтом. Вот ты убиваешь 16-го уровня Миран, ты получаешь пару левелов себе там сразу. Ну, имеется в виду, в командном сражении 5 на 5 выигравишь драку. Я думаю, там Чирик 12 спокойно можно за драку отыграть. И еще плюс, ты еще пофармишь, пока они будут в таверне сидеть. Ну, 1015 ты отыграешь сразу. Да, это страшно вот так, когда мы глядим на голые уровни, но в одна драка все может в корне поменять. Это мы прекрасно понимаем. Но, конечно, немножко смущает, что за 34 минуты встречи Сикреты сделали всего лишь 4 фрага. Не совсем им свойственный, конечно, результат, но что поделать, игра так складывается. И напомню, дорогие друзья, что это Best of One. Это матч, который сейчас решит, кто выбывает из турнира. Кто не будет играть завтра и послезавтра и продолжит просмотр The Threshold в качестве зрителя. А кто пройдет дальше, уже встречаться против Digital House. Вот они иллюзии пошли, пошли, пошли долбить. Но они вот, они реально будут раздражать. Вот уже, смотри, какие стойкие иллюзии получаются. Сейчас нужно ставить палку, а на палку сейчас натравится иллюзия по-любому. Вот она уже наверняка на палку бежит. Да, 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 она ищет палку. Нет. Стрела. Грамотно, maybe a straddle. Healing Quark свой. Идеально для LGT, конечно, каким-нибудь образом вызвали тигритов из базы. Просто вытащить, провести файт, убить, например, Alchemical Terrorblade и застин на хайграунд. Это Грейджиная стратегия снага сирены. У меня такое ощущение. То есть тут реально просто эти иллюзии бегают и не дают ничего тебе сделать. Ты вроде доминируешь, вроде у тебя там есть крутые раскаченные хоры, а ты просто не можешь нормально подойти, подраться, выйти из базы. А тут наоборот. Ну, смотри, exit spray иллюзии опять. Exespray иллюзии. Какие тинкеры? Лучше аутпош это disruption от шатого демона. Ну, слушай, смогли зайти. Питер 3 страдает. По пару ударов скинулись. Ну, конечно, тут же прогоняют их Team Secret. Там и Shives Guard работает у Alchemy. Как, кстати говоря, уже 5 слотов имеем. Ну, понятное дело, что после 6 слота еще армия, то, что будет перепродавать. Ну, он Ахтарин не собирает. Видишь, у него Ахтарина нету. Не знаю, будет он его собирать вообще или нет. В мэйби залетает станчик. Нет. Нет, не знаю. Крутилочку. Кся, устрела. Устрела мимо. Никто не попадает. Ну, Ахтарин будет ложиться, потому что почаще иллюзии платить. Удобнее. Ну, это какое-то состояние на реке, в Угре у нас происходит. Поэтому... Ну, сложные ложечки, конечно. Хотя, наверное, это урок, мне кажется, добить. Все-таки 250 хп у него остается. Прям какая-то вот такая вот... Ну, мания, конечно. Ну, просто потом, это как бы такая моральная преграда. Ты Тир-3 сносишь, а потом мы как бы голые бараки сносим. Ну, что ж голые бараки не снесем, что ли? Там Джиггернау для сноса бараков просто идеальный. Варенье он заходит через Бейт-Кюри. Пару ударов, естественно, и уходит обратно. И за это у нас смех, укунка. И все-таки надо добиться. Актарин, Актарин летит к Алхимику. Актарин прямо сейчас. Тир-3 тем временем падает. Да, Тир-3 снесли, остались бараки. Попунлайт Шадл, Шива пошла от Алхимика. Тут же заходит Ксяо Уэйд. Пупей раскат. Праймал Рош. Тут ему неплохо сэйвит сейчас своего ультимейта. Ксяо Уэйд. Колдопресс. Неужели будет жить? Есть форсталк. Ксяо Уэйд бьет там насырением Энви. Энви больно побегает под БКБ. Но в итоге Мирана спасается. Фантастика и Пупей тоже пока жив. Очень много ультимейтов было провязано. Очень много кастов было заюзно также. Но никто не умер в этом замесе. Как она выжила вообще, я не понимаю. Просто как она выжила. Клоден Брейс животворящий. Да там ужас вообще. Просто ужас. Я не знаю, сколько у нее взлетало. Ее били, 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 били. Клоден Брейс она еще пережила. Ну, как-то просто. Не, а бус. А бус работает крест. Ксяо Уэйд слетал на базу. Пригенился и вернулся. Да. И знаешь что? Что? Я не могу сказать. Ну-ка. Через секунд это 10 закончится метаморфоза. И ее не будет еще 85 секунд. Да, это на самом деле серьезный аргумент. Пользуя LGT для того, чтобы зайти на хайграунд все же. Ну, с другой стороны опять же Алхимик. У него теперь все в порядке. Актеринкор появился. Иллюзии по-прежнему идут вперед. Да, есть тегис еще Джоггернаут. Есть тегис, не забываем. Но скоро, скоро уже упалет. Все, иллюзия. Первая пачка пошла. Теперь вторая пачка. Иллюзия Крипы уже погибли. Нет, не погибли, извиняюсь. Да, вот, вот. Следующая пачка должна погибнуть уже. В культимете бисмастер открутился. Попелите стрела. Осторожно. Осторожно, Климен. Надеется на удачу, конечно. Стрела халявная какая-то залетит. Можно будет через нее уже продолжить. Там и свободно торренты. Захибли же корабли. Минута до методоморфозы. Все есть. У Алхимика 100% все будет. Он с этим, с Актерином уже бегает. Откручивается у нас некра у бисмастера. Ну, все вроде. Все вроде появляется. Ну, на рампу трудно ЛЖД подниматься. Нужно еще фармить. Нужно еще фармить. Фарм. Фармить трудно, потому что перефармить трудно. Вообще есть такой момент. Знаешь, что хочется увидеть теперь со стороны ЛЖД? То есть, если секреты обузят с этими срапшенными бесконечными от Шаду Демона, иллюзиями бесконечными, то ЛЖД тоже может продемонстрировать обуз. Самое простейшее, что можно придумать, это кинуть крест на Джекернаут, и Джекернаут пойдет просто бить. В крутилке. Просто в крутилочке побьет. Побьет и убернется на крест. Идеально. Все верно. Это обуз тоже работает. Так что обуз на обуз. Посмотрим, кто кашу. А еще обуз рапира на Ember Spirit работает. Между прочим. Я тоже слышал. Зашел, кликнул, умерла Венга, умер Шаду Демон, и 3 на 5 ты победил. Ну, это вот и хард обуз, да. Онлайн Шаду у меня очередной. Так. И что у нас здесь? А ничего пока нет. А ничего. ЛЖД все еще у них своя игра. Игра против иллюзий называется. Война с иллюзиями. Ну, вот может быть сейчас зайти на хайграунд. Снова встречает Exit Spray. Дивардер. А Игас упал. А Игаса нету. Стрела в Артизи. Тут же, конечно же, залетает Disruption на сейф. Старшторм Артизи. Залетает корабль. Ну и что? Пупей проседает очень серьезно. Мэйби тем временем пытаются убить. И снова Golden Brace спасает. Мэйби битвы теряемое количество урона и просто не чувствует. Как у него тратится хп. Мэйби сейчас может просесть. Мэйби форстафы у него. Мэйби погибает и не смогли это сделать. Дальше, дальше можно. Свап, свап хп. Сандер, Сандер. А ты же по Грейсу по Грейсу. Тут же Доревнат пытается свалить. До конца за ним идет Артизи. Надо ловить еще кого-то. Надо ловить. А все убегают. Но нечем цеплять. Просто нечем цеплять у Сикрета. Хорошо. Барак все равно не потеряли. По итогу размин получился очень даже классно. Бараки вообще не трогали. Для Team Secret. Потому что разменяли Vengeful Spirit Джиггернаута. И теперь можно отправиться вперед. Джиггернаута не будет еще 50 секунд. Очень трудно драться у нас с ЛГД. Если бы не было еще Golden Brace, я думаю, драка просто в салат была проиграна с ЛГД. Golden Brace, конечно, очень жуткая тема. Свап, пульта бисмастер. Это просто рабочие комбинации, которые не дают сделать вообще ничего. Да, и пока вот так не особо, кстати говоря, чувствуется вот этот проказ на Timber Spirit. То есть он дает слайд офис. Казалось бы, поддают Аусом. Но, видимо, не всегда как-то хорошо срабатывает. И, ну, переживают Team Secret. Хотя с суппортом у них, опять же, довольно вялые. Висрапшин. Все, в этом могут быть проблемы. Корабль сразу залетает. Артизия, нет, Артизия не попадает. Корабль не будет. Вот он, вот он, слайд офис. Ты минус Shadow Demon. Критые работают. Все в порядке. Очень близко стояли, конечно. Думаю, стрелач в Артизию чуть не попадает. Хорошо, что он закончился рано. А то бы могли сейчас набежать ЛГД. И под смерть у нас еще Алхимиком. Да, если Агрессик сейчас так жестко пробивает оппонента, что будет дальше с следующим его айтемом? Это Рапирос нужен. Нервноват ли для Рапироса? Да черновато. Его трудно поймать, на самом деле, он с этой Линкой. Кто-то поймать, тяжело забыть. Купится Блинк и Рапироса. И накинут на него Блинку. На самом деле, вот как ловить Эмбера, на которого еще и Крест будут вешать. Пусть он с Рапирами, с двумя будет и так далее. То есть огромнейшие дистанции. Купить ему еще Блинк, посадить на Крест, и пусть он вперед ведет. Там один слайд-опист уходит. Но нужен Рапирос. Но нужен Рапирос, это понятно. Чтобы сделать фраг стопроцентный. Там условно ты из упортов убьешь сразу. С иллюзиями бороться будет удобнее. Но опять же, здесь Абуз на Абузе. Кто кого перехитрит, кто кого переконтрит. Пока все еще не ясно на самом-то деле в этой карте. Несмотря на счет 18-5. 41-ая минута встречи. Казалось бы, да, доминируют LGT. Они доминировали на протяжении всех 40 минут. Допускали минимальное количество ошибок. Но у Team Secret все стороны стоят. Они все еще живут. Они все еще фармят. У них все еще топовый алхимик. Между прочим, 30 тысяч нетворса. Только что этот парень получил. И, конечно, свое набирает Terrorblade. Который покупает себе также Diffusial Blades прямо сейчас. LGT в ауру пошли одеваться. Они поняли, что нужно усилять своих коров. Появляется Владимир у нас у Кунки. Мне кажется, Кирасочку еще кто-то в ближайшем будущем тоже подсоберет. Всякие бафы в лице Линкенсфер. Сейчас что-то такое будет добавляться. Сейчас какие-то Lotus'ы может появиться еще, чтобы там в один прекрасный момент накинуть на кого-то. Terrorblade сделает Сандер. И у него хапастает стопочек. Да, это тут оказия. Это неловкий момент. А подзывками Team Secret в терении выступает. Дейла Сикретом стоять. Дорошан. Дорошан. Сколько? Дорошан. Дорошан секунд 35 где-то. Но тайминги такие. Мэйбис в апнезапный правильный ровнут. Атака спасти нужно. Конечно же спасает Winter Viverna. Холдобрейс замечательный, агрессив. Дает слайд офис. Пока выживают Team Secret. Могатэм и Джанин получали. Энви уже прожал БКБ. Неплохая инициация со стороны Team Secret. Как же хорошая Winter Viverna, которая вовремя среагировала. ММА. Он MVP этой игры. Не было ММА. В Сикрете закомбейшили эту игру уже давно. А мы напомним. Winter Viverna Last Peak. Не зря, не зря. Ты знаешь вообще где она стоит? Она стоит в такой... Так далеко. Но у нее есть такие артефакты, чтобы сократить расстояние. Как раз и кинуть. Успеет кинуть свой колдун-мрейс. Блин, форсов. Да, и блин. Но это сейчас сработало. Мы это видели. Тогда был демош. Верение оберспирита невероятно опасно. Им не нужно отступать. Алхимика вернули на крест на торет. Ардизи сможет ли уйти. Принимают его всей толпой ездить. Срабсон неплохой, но корабль залетает. Не по таймингу Ардизи. Свап хороший от Пупея. Пупея дает сам себя, чтобы Ардизи просто жил. Сандр еще есть. Офи слэш. Получается не самый хороший. А вот хороший все же. Террорблейда убила. Гем еще потеряли. Систмастер. Гем потерян. И пытаются найти еще Ардизи. Ардизи Актерин. У него есть. Плюс Аркейн Руну себя забирает. Иллюзии. Нужно убегать. Его подлавливают. Подлавливают Ардизи. Пытаются не отпустить Ардизи. На самом деле нужно просто убодить. Телепорт нужно сделать. Убодить нужно. У нас появится Террорблейд. Рошан, кстати, появляется. Но идут по миду. Идут по миду. Хотят выбить либо байбайк, или просто мидл забрать. Я бы мидл отдал. Я бы сейчас не укупался. Не тратил бы эти деньги. Эти деньги очень нужны. Да, особенно Террорблейду, конечно. Они не успеют две стороны по идее снести. Не успеют. Заход на хэграунд. Мэйби пошел. Пробивать бараки. Есть текстиспрей. Ардизи подловил. Монта еще есть. Из Рапшин отличный. Он вообще может... Станы, Старшторм, Ардизи. Как же сложно пробивать этого алхимика крест. Залетает Винтерскерс по Бульби. Пупей только один Бульбо бьет. Но это, по-моему, хватает? Нет. Не хватает. Бульбо жив. Бараки стоят. А уже Эндвив. Эндвив возродился. Жив. А, Ксяуэйта. Очень быстро взяли. Слайд оф фист. Пупей просел, но жив. Мирана делает байбэк. Внезапно Террорблана будет сюда возвращаться. Они будут продолжать добить. Мирана невероятно. А зачем? А зачем? Они ничего не сделали. Они просто пришли на базу. Фиданули этой Мираной. Она байбэкнулась. И они просто ушли. Сяуэйт нервы. Они идут на Рошана. Они идут на Рошана. Они знают, что Рошан есть. Они должны его очень быстро забирать. Залетает уже стрела. И вот нужно было моментально сейчас Сикретом на это реагировать. Ну, вообще-то, кстати говоря, у Сикретов что-то есть сейчас метаморфоза. В принципе, они могут, наверное, успеть. Они не успеют к Рошану. Они не в позиционке. Суппорта не успеет до него добежать. Бесмастер не успеет до него добежать. Да, может, ТБ там с Алхимиком. Они вот начнут драку. Но там уже будет Аегис. Сыр Аегис. Сыр Аегис будет. А Джиггернаут забирается непосредственно на Аегис. Сыр достается, так понимаю, Миранин. Ну и что, драка? Неужели здесь будет драка против сыра Аегиса? Сваб. Ну, а что дальше? Пупей. Праймл Рор. Есть крест. Подсадили Пупей. Пупей вернут. Тотарен. Пупей, большие проблемы. Макси Ауэй тоже здесь стрела в Энви. Но Энви под БКБ не страшно. Пупей уже погиб Мэйби. У Мэйби есть Томми Слэш. Ничего опасного. У Мин Слэш проходит. И Энви большие проблемы. Он просто умирает. Второй раз подряд просто Томми Слэша. Ну и вернули еще. Мы видим Артизи. Артизи в дисрапшине. Артизи пытается уйти. Зажали. Просто нет прохода. Артизи Хеллингвард разрушил. Бежать. Сиво. Опять на крест. Опять убивает Артизи. На этот раз дэмиджа хватило. Зачем они туда пошли? Там Айегес. Там Сыр. Там все есть. Вы стоите не в позиционке. Вы стоите в узком проходе. Зачем купей свапает этого джиггернаута, который уже с Айегесом под бутерфляем? Вы ему ничего не сделаете, если даже все скиллы в него потратите. Это все под палкой стоит. Там есть Винтерскерс. Там есть Колден Брейс. Да вы никого не убьете. Стойте дальше. Все. Они забрали Рошану. Успокойтесь. Идите на базу. Стойте там. Зачем вы идете драться против Айгеса и Сыра? Хорошие вопросы, ответов на которых мы, наверное, сейчас не получим. Но зато знаем, как LGD уже заходит на хайграунд. Пытается пробить бараки. Алхимику придется, видимо, байбекаться. Да, но Terrorblade стоит, конечно, подождать. Disruption. Залетает стрела не точно. Wave. Неужели даже бараки смогут забрать LGD? Должны заходить и просто наглую бить бараки. Люди уже пошли от Алхимика. Пару ударов. Просто пара ударов. Барак падает. Это рейнджевой. Вот милишный пошел. Милишный тоже очень быстро падает. Сторону придется отдать. Пайлодай. Disruption. Неужели будет здесь замес? Поцепили мэйби. Мэйби сразу же Blade Fury отступать. Тут же Searing Chains. Агрессивно надо откидывать с Light of Feast. Секреты сейчас еще слабее. Им нужно ждать 50 секунд. Они без метаморфоза Terrorblade просто бесполезные. Остался. Есть сыр. LGD нужно этим использоваться. Да у них все осталось. Да они драку. Там просто Healing Ward Juggernauta простоял всю драку. Он всех подлечил. И после драки все фуловые были. Там зашел корабль, зашел палка Juggernaut и все. Никто вообще хп даже не потратил. Ни Aegis, а сыр. Это подавно. Так мэйби вот начинает пользоваться. Как раз таки Blade Fury для сноса Тир-3 Тавара. Ну вот по-моему застану Team Secret. Все равно же не так удобно. 25 секунд. Успеет дождаться. Во всяком случае метаморфоза точно будет у Secret в следующем замесе. Но просто только захотят LGD прямо сейчас заходить. Или же все-таки отступят. Нет. Они готовы выигрывать прямо здесь сейчас. Алхимика не знают без байбека. Артизи умирать ни в коем случае нельзя. И я хочу выиграть прямо сейчас. Именно. Но что самое главное, Артизи-то не смог там Armlet продать, купить себе что-то другое. Более дорогостоящее, более лейтовое. Нет у нее просто элементарно денег. Так, в миде. Стан. Бэйби хорошо игнорирует с помощью Blade Fury. Получает ультимейт от шоу-то демона. Тут же подвязка. Энви БКБ. Сандер нужно дать. Энви блинку. Сандер даун. Энви. Нужно убегать. Слайд-опистол агрессива нет. Пока нет. Пока кулдаун. Так, он продолжает агрессив. Страдал на более серьезном. Куда, Артизи, ты бежишь? У тебя твой Terror Blade убежал вообще лечиться. Зачем вы деретесь? Бэйби. Просто отойдите. Они отошли. Они отошли. Драться не продолжают. Очень опасно было. Энви, Линка, Сандер так не работают. Ну что, по верхней линии пойдут ребята из LGT. Arrow. Опасно. Иллюзии встречают. Все в порядке. До Сандера 40 секунд. Есть метаморфоза. Есть много иллюзий. Отбиваются, отбиваются. Немного, помаленьку, но отбиваются. Вроде, хотя с каждым таким мини-заходом от LGT, Tier 3 Tower остается все меньше и меньше здоровья. Линку сбили. Артизи раскручивается там. Ни в коем-нибудь попадет. Потихонечку, по кирпичику высовывает LGT от базы Сигаретов. Она рушится, она ломается. Но блокад, блокад это продолжается. Ну, знают LGT, что они сильнее. Ну да, есть топу с иллюзием. Но что поделать. Все равно понемногу действительно прогресс-то имеется. Когда есть прогресс, все-таки есть надежда на то, что вы сможете кломать вторую сторону, Disruption. Все же один раз Тим Зигарет пьет сюда, твой хороший. Шива. Заходит Мэйби на хайграунд. Стрела. Крипа. Tier 3 Tower падает. Тут же Энви. Сва пошел на Банану. Мэйби прыгает. Колден Прейс замечательный. Банану все-таки умирает. Мэйби нужно добивать. Мэйби стоит под Колден Прейсом. Есть Виттерс Хёрст. Энви добивает собственные тиммейты. Тиммейты просто убили Энви. Шаттл Демон. Дисрапсун. Там еще Оегис. Там еще Оегис. Артизи. Артизи будет давать бой. Энви Байбекнулся. Возвращается за мест. Энви просто идет вперед. Куда ты идешь? Энви. Энви погибает. Без Байбека. 75 секунд. Кунка делает Байбек, чтобы закончить игру. Артизи остается один. Искор героев, чтобы просто дать деф. Бульба старается им помочь. Там же Пупей без здоровья. Артизи бегает за одним, за другим. Хоть кому-то нанести демэдж. Его просто катит. Его разводят. То время как Джиггернаут пробивает Бараки. Есть Глим. Глим еще даст какое-то время. Ребятам из Team Secret немного пожить. Есть стан на так... Артизи. Артизи один. Убивает Винтер Виверну. За крейсиком драться. Неужели он сможет выстоять против всех? Все байбекают. Форст Тафф отличный. Байбек. Мэйд умирает. Бараки стоят. Верхние бараки стоят еще. О боже мой, неужели они опять выдержали этот натиск? Невероятно. Алхимик. Артизи старается. Невероятное количество работы, конечно, он выполняет сейчас на данном этапе. Посмотри просто, насколько забит курьер LGD. Там, не знаю, тысяч на 10, наверное. Ну, не на 10 тысяч, наверное, на 8, да? Ну, тогда просто нон-стоп LGD шли, добили, добили, конечно. И не просто не хватало времени скупиться. Но только сейчас появляется МКБ у Мираны. Там же Кираса, судя по всему. Да я смотрю, у Сикретов тоже неплохо денежек теперь появился. 40 тысяч эксперт проигрывают уже Сикреты. Ну, по голде там, ладно. Пятнашка это на этой минуте не такое. 40 тысяч эксперт, это, конечно, очень жестко. Да, есть такой, Эмбер Спирит тоже МКБ. Получается, у Мираны МКБ появилось. Пайп появляется на середине Мавенджер по Спирит. Да, ну, конечно, с каждым разом все тяжелее и тяжелее будет. Алхимику отбиваться. Конечно, непосредственная помощь от Энди нужна. Энди пока не так хорошо помогают, как хотелось бы на Террор Плейте-то все же. Имеет, ну, три с плейны, можно сказать, артефакта, да, то есть, с учетом Dragonlance. Тяжеловат с такими айтемами, конечно, дать бой. Но бить никого тоже не получается. Ну, и как же хорошо работает Винтер Виверна. В очередной раз по отметям. ММА. Красивейшая игра на протяжении этих 50 минут. Всегда четкий Golden Brace, четкий Винтер Скерс. MVP, наверное, этой игры. Даже, наверное, герой MVP этой игры. Ну, так как на нем делает ММА, то, что он всегда в нужное место, в нужное время, всегда Golden Brace летает на героя, которого фокусит. В любой ситуации, где бы этого героя не было, куда бы его не свапнули. Это да, это должное стоит отдать ММА. Ну, вообще, стоит отметить, что Сигрет, наверное, стоит инициировать непосредственно Виттер Виверну. Да, она стоит большой дистанции, далеко от своих тиммейтов, даже. Не говоря уже о противнике, но тем не менее. Просто если убить Виттер Виверну, станет все намного проще. Ее не поймаешь, она стоит как раз в этом рейнже. Вот посмотри, вот даже сейчас идут по миду пушить, посмотри, где стоит у нас ММА. Грамот, конечно. И вот просто, чтобы они поймали. Он сократит эту дистанцию очень быстро из-за этих двух итемов. Но его не фокуснуть. Нужно все в смоке обижать. Вот, вот. Где-то... Звучит как план. Где-то рейнжа так за 3000. Примерно, можно больше. Вот там вот и найдешь его, там и ищи этого змея. Не, на самом деле, звучит как план. Ну, то есть, в лжди будут заходить, там что-то пушить, и тут заход за спину от Сим Сигрет. Купей такое может придумать. Мы знаем. История по металлу. Первый Аганим пошел, дорогие друзья. Аганим достанется у нас кому? Привет. Венге, наверное. Да, Венге. Ну, будет у нее иллюзия осталась. Ну, сам полезный, наверное, из всех, которые есть трех персонажей. Ну, второй, наверное, будет Shadow Demon. Или, нет, ну, или без мастера. Ну, Shadow Demon тоже. Shadow Demon, наверное, будет. Не, Shadow Demon, хорошая, да-да-да. А, Shadow Demon, извините, уже Аганим, дорогие друзья. Уже Алхимик успел ему усунуть. Вот оно что. Ну, и третью без 100 будет. Ну, без такой у него, как Аганим, Ultimate. Что? Без разницы вообще. Ну, дистанцию. Ну, почему бы нет? Если есть возможность. Смог, 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 смог. Агрессив идет, видит иллюзию, цепляет иллюзию. Это не проблема идет. Еще дальше к себе, ой, тут может быть стать проблемой, если стрела попадет от кого-то. Улыба опасна, стрела сейчас была. Ой, а там подставил свежий бейсмастер. Форстап пытается уйти на Старшторм. Его достают вместе с Агрессием. Есть бейбек на него. Так имеется, но придется его тратить. На базу, бегите на базу, что вы здесь все третесь. Ну, крипы далековато. У ЛЖД они сами еще возвращаются. Линию там повышать надо. Иллюзии-то работают. Не так просто, сдайте на хайграунд. Господи, сколько дэмэджа у команды ЛЖД? У него просто МКБшки, там у Мирана уже. Там всякие Lotus Orbe, Владимир, это все есть. Там у Агрессива бешеное количество дэмэджа с критами. У Мэйби тоже встроенные криты. И там тоже большое количество артефактов. Просто, не знаю, если они начнут кого-то долбить, там ничего не поможет, никаких артефактов. Ксяо Уэйд зашел, Ястреба сбил. Слайд офис, зачистили пачку хрипов. И Энви им опять под стрелу подставляется Энви. Ну, ладно, есть disruption. Тут же свап на Ксяо Уэйда. Ксяо Уэйд нужно сейвить. Мупейст ротает. Агрессив пробивает тут с помощью Слайд офис. Энви под БКБ. Ксяо Уэйда развалит. Ксяо Уэйд опять Колден Прейс. До сколько же это может повторяться? Праймл Рост, Колден Прейс, замечательно. Минтерский результат. Слайд офис работал. Ксяо Уэйд смогли забрать. Бульбу уничтожил, собственно, Энтернал Энви. На Банану атака пошла. Раскручивается там на Артезии. Люди вызывают Банану. Большие проблемы. Бананан будет падать. Бананан на развороте пытался что-либо сделать. Не вышло ничего. Он погибает. Вау-три размены. Опять-таки Сикреты героически отстаивают свою базу. Сделали. Все казалось бы ужасно. Казалось бы, Виттер Верну снова на высоте. Но каким-то чудом снова хватает урона. Прошу заметить. Бараки стоят. Бараки стоят. Это мы уже говорим раз в четвертый, по-моему, за эту игру. Мы с кассетом повторяем. Мы ставим, когда заканчивается драка. Ну, дорогие друзья, они действительно стоят. С этим ничего не поделать. Сикреты действительно героически их дефят. Фантастическая карта. Если вдруг Сикреты смогут спасти этот матч, это будет, наверное, самое легендарнейшее спасение вообще за всю историю за Интернешнл. Я думаю, Лузера будет хуже, чем Венера. Но, оказывается, нет. Я думал, какие-то эпичные карты у нас были у GMVP Феникс. Но, оказывается, у нас в Лузерах как раз эти матчи на вылет, когда все или ничего. И реально команда бьются до последнего. Именно так. Никто не будет вдаваться до последнего барака, до трона даже, я бы сказал. Здесь, возможно, абсолютно все. Я даже не исключаю какие-то размены тронами. Ну, мало ли, мало ли. Итак, пошел Артизи. Рошан, Рошан, сыроедис там. Давай, давай, давай. Забил Артизи. Абираза не 30 секунд. Байбекаться не хочется. Да никого нету. Да даже сюда не знаешь, что сюда пришли. Нет, бежит Эмберспирит иллюзии сюда. Как они все палят, как он читает. Господи, какой агрессивый красавчик. Он просто все это прочитал. Конечно, стягивать сюда LGD. И даже Миране не потребуется делать байбек. Они просто успеют, потому что Сикреты испугались. И Сикреты нужно отступать. Рошан достанется, скорее всего, ребятами из LGD. Что, Альхимик? 7 тысяч денег. Что берем? Майл Штром берем. Берем Майл Штром. Майл Штром вместо, скорее всего, армлета. Все-таки решил теперь себя подсобрать. Аганима он раздарил. Мне кажется, им поменять артефакты нужно. Он сможет отодраться. Именно в боевой билд, имея в виду, терраса. Ну да, а что этот билд даст? Он сейчас с каждой минутой все хуже и хуже становится. Но пока ветер. То есть он уже плох. Он как в КБУ плох. Вот так вот их. Йолнир, алхимик. У нас сыр Айгис на LGD. И снова нужно будет давать деп. Очередной раз. Раз, наверное, в восьмой или в девятый. Уже Сикреты принимают гости. Есть Айгис. Есть сыр. А все есть. Но байбайков, кстати говоря, давайте посмотрим. В интернерной байбайке нету. Кунки появятся. Переключу я для себя тоже байбайки. Сыр достался МММ, как мы видим. У нас нету байбайка только у Бульбы и у Пупея. По состоянию денег. Да, 1200 ему на байбайк нужно. У него денег нет вообще. У него кулдаун еще на байбайке бейсмастер. Ну, его бейсмастер еще, да. У него кулдаун. Остальные, в принципе, уже скоро появятся. Ну, вторые тревла уже покупает себе Агрессив. Ну, то есть он запакован. Он считает, что больше и лучше артефактов на урон он не купит. Хотя мы все еще хотим в этом эпичнейшем матче Рапиру. Агрессив. Прими нашу заявку. 56-ая минута матча. 57-ая уже. А ты видишь, как LGT уже перестали так пероломно идти вперед? Они не заходят уже на пригорок. Они не пытаются пробивать бараки как-то аккуратно. Они просто боятся. И есть чего. Ну, мы видим, насколько запакованный джаггернаул. Сколько имбрасывал? Ну, секрет отпор дали. Понятное дело, они боятся. Они снесли за вот эти 56 минут, за все доминации, это часовое доминации своей на карте. Они снесли только одну сторону. Одну сторону и один тауэр на рампе. Да. Не густо. Понятное дело, что они боятся. Хотят подловить, хотят подловить. Хотят подловить на байбэк. Но трудно. Секреты тоже не пальцем деланы, они просто так подставляться не будут. Очень много денег у Энви, но мы прекрасно понимаем, что Энви хочет оставить бабки на байбэк. Но, 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 но артефакты нужны. Артефакты нужны для нас, для нас нужный урон. Артизи отбивается. Энви стоит подаль. Нельзя ловить стрелы ни в коем случае. В прошлый раз они чуть не подставились с этого. Артизи на самом деле себя чуть арморчик уменьшил. Это вот очень плохо как раз при продаже армлета. Да, у него армор чуть упал. А сейчас каждый единица армора очень сильно решается в лейте. Ну, что сам более боевым стал парень. Если доберется до какой-то цели, постарается там пару ударов сделать. Мол, не сработают. Возможно, и кто-то сработает. Агрессив заходит, начинает подгрызать барак. Один ударщик сделал. Еще минус 100 хп у барака. Отлично. Есть. Прогресс. Прогресс. Главное, это прогресс. Время неважно. Главное, что есть прогресс. Артизи на палим, автостайл. Отойти. Крест пошел. Дисрапшн отличный из-под порэнта сейвит. Стрела не точно залетает. Слайд оф бист. Эммер спирит неплохо пробил, но Артизи будет жить. ММА слишком зашел далеко. Вот, ММА подставил за этот шанс. Финус ММА. Но там, правда, побеги Пупей. Один в один размен. Что дальше? Артизи просто гонит противника. Вся Уэйт лоу хп. Но, незабываемо, у него, по-моему, есть Аегис. ММА не подставлялся. Пупей просто через всю драку пошел и свабнул Винтера Виверну. Из-за этого получился ее фокус сделать. Но вот он правильно, он понимает, что единственный персонаж, который может сейвить из-под фокуса, это Винтера Виверна. Если до нее достать, есть шанс хорошо провести замес. Ну, на пару минут у нас тут опять все успокаивается, потому что разменялись у нас по саппортам. Нужно отойти, нужно... Кстати, две минуты до окончания Аегиса у нас уже. Так что опять ничего и угадали получилось. Так, я тут смотрю, а Бенжи Фулл Спиритская иллюзия где? Где-то должно быть. Может, и убили ее в драке. Видимо, тоже убили сразу. О, Моншавка играет с Лени Мембер Спиритом. Ну, а что еще собрать? Мы, конечно, знаем, что еще собрать, но у Агрессива немножко другой расклад, другие планы. Конечно, уже это будет Моншард. Но вместо Монтера, первый раз просто. Бам-бам-бам-бам-бам. Или вместо Линкенса. Ну, ладно, без Линкенса, конечно, это самоубийство. Рано или поздно он это сделает, когда ему надоест уже то, что он не может никого убить. Ну да, ну то есть вот сейчас было видно. Он заходил, он вроде бы давал там парочку слайд офис, но просто переживал, даже артистом. 513 крит, это не крит. Вообще да, на такой статик. Не 513, сколько у нее там? Ну, больше, наверное. Здесь пополам, о, 400 на 2, там, ну да, где-то под 900 у нее криты вылетает. Ну, плюс все арморы и так далее. Вся Уэйд наглую по бараку, пару ударов, прогресс есть. Артизи, Монта-стайл, агрессив. Нужно уходить, Линкенсфера успели, да, опасно. Теперь опасно. Иллюзия оставил. Торренты просто откидываются в разные стороны. Ну, давайте будем следить за количество хп барака. Так, осталось половина здоровья, даже чуть меньше, 578. Но то-то ладно рейнджевой не регенивающийся, а как они милишны с таким темпом бить будут? Да, если они не подгрызают даже рейнджевой, там зашел, кто-то один удар сделал. Сейчас агрессив опять зайдет. Молодь, она пошла, мы и бипотинвиза решили зайти, ребята. Слайд оф пиаст. Не страшно пока. Ксяо работает по бараку, четко работает по туши. Он знает, что нужно делать. Идет, агрейте теперь тоже с людьми. Пошли, пошли, пошли. Стрела залетает точно в артизи, должен быть и срапшин. Да нет, нет, он под ультимейтом, его трудно сейчас вкуснуть. Вот ультимейтс кэра заканчивается, и через 5 секунд новый у него, в общем, от оставила бы тысячу, что на всех случаев. Так, еще полузаход остался. Я бы даже сказал четверть захода, чтобы снести барак. Ну вот со следующей, со следующей волной должны заходить у нас LGD, сносить этот барак. Интересно, когда секреты не выдержат, когда же они пытаются дать бой все же. Эру. Вот Сяо Вейд пошел, пошел. И да, сделал пару ударов, на липе ушел. Ну хорошо. Рейнджевый, ладно, плевать, это 60-й минуты. Еще один рейнджевый барак. Минус три барака. Пока такой расклад на карте. Вот здесь очень опасный, на самом деле, идет... Нужно сейчас будет Ember Spirit улетать, отпушивать. Но это легко, через крест это очень просто. Он, в принципе, уже там и уже отпушил все. Жесткие они через крест это делают? Нет, без креста. Без креста, он сейчас просто он иллюзию там оставил, сейчас на иллюзию пролетит обратно. Ну хорошо. Можно и так. Стрелав залетает мимо. Ember Spirit этим и хорош, как раз, летит, что он может делать такие вещи. Он не боится того, что им какие-то соседние линии будут пушить. Они сами пушат соседние линии, стоя пятером на одной. Все верно, конечно. Тут размениваться сторонами не получится. Потому что Ember Spirit всегда будет держать просто крипов возле базы противника. И не выпустят. Ember Spirit 10 практически тысяч килограмм. Ну хорошо, 9-200. Очень много денег. И просто не знает, куда их девать. Понимаешь, что никто тут никого убить не может? У нас еще 10 байбеков. Эта игра будет вечная игра. Но до одной ошибки критической. Залетают. Энди, подцепили. Тем временем есть арен. И все, на этом все останавливаются. Сват внезапный Xiaoway. Трайбл рор. Конечно же, колдебресс. ММАЙ. Как же ты работаешь? Есть корабль. Xiaoway пытается пробить. Он выживает. Он выживает. Неплохо сыграно. Минус с тем временем Попей. А на TLGD. Но уже будет драка 5 на 4. И люди, я так понимаю, снова BGF не сохранили. Агрессив. Агрессив здесь. Против артист дерется. Понимает, что не справляется. Тут же торрент. ММАЙ пытается уйти. Его заменит. Александр отличный. ММАЙ КОНДЕБРЭЙС. Этот КОНДЕБРЭЙС. Да как так можно играть ММАЙ? Минус без Майста. Наконец-то ясилю Сигердаун. Минус Агрессив. Минус Банана. Дальше, дальше, дальше. Попытка поэлодай. Попробовать. Банана пытается уйти. Банану уйдет. Надо еще. Еще Банану. Еще Банану. Все, остальные разбежали. Стальные разбежали. Секреты. Барак. Невероятная грая. Этот стоит. Милишный барак. Они не отдадут. Ни при каких раскладах. Это просто фантастическая игра, друзья. 62-ая минута. Секреты. Народ начинает просто здесь на стадионе скандировать. Слышали бы вы эти звуки. Просто Сигрет, Сигрет. Они реально в них поверили. В них нужно верить. Стадионы любят камбэки. Да, это, конечно. У нас люди всегда любят такие невероятные истории. Ну что ж, еще играем. Еще играем. Играем еще. По-моему, час 10 у нас была продолжительность. Самая долгая игра на этом за Интернешнл. 70 минут. По-моему, да. Даже, может быть, чуть... 70 с чем-то, по-моему, играли. Комментировал в этот матч. Мы имеем возможность сейчас побить рекорд. Запросто. Игра к этому предрасполагает. Алхимик купился. И Муншард у него в стэше лежит. И Point Booster лежит. И сейчас Аганим соберет и Бестмастеру. Еще могут сами там съесть по Аганимчику, чтобы статов добавить. Принципиальное отличие Эмберспирит и Алхимик. Алхимик может дальше развиваться и развивать свою команду. Но Эмберспирит таким свойством не обладает. У него есть пик. Все. Все, Сикреты все почувствовали, все-все уверенность. То есть и пошли давить опять вот эти иллюзии. Пошли там спитушить. Кстати, Тир-2 еще внизу стоит, кстати, у ЛЖД. Можно его подзабрать. Да нет, нет. Так, вот Бестмастер Аганим у нас уже получил. Следующий Аганим, конечно же, придется для Тиррор Блейда. На самом деле это... Ну, толком ничего не даст. Но на самом деле это статы. Статы они очень сильно решают. Так что Энви, я думаю, впоследствии тоже Аганим получит. Молодька ПГГ, смотри, стату Венчфул Спирит. А что? 0.11. Нормально, нормально. Попей свое дело, знает. Он работает. Он работает. Он реально работает. Но еще круче работает, конечно, Винтера Верна. Без нее тут реально ни один замес был бы не было. Два Колден Брейса четких она закинула. Я просто боюсь представить, как бы, насколько быстро было, что они уже проиграли, если бы не было Винтера Виверна. Ну, просто реально любую траку, которую бы они захотели, не проигрывали. Просто потому, что герой один умирает сразу. Без Колден Брейса. Да, вот первый герой еще, ладно, он там на пол хп закинул Колден Брейса. А вот когда Джиггернаут уже начали убивать, и там последняя твичка, которая залетает в этого Джиггернаута, и тут он превращается в льдышку, и дычка не проходит, она влетает в молоко просто. Тыкаешься, тыкаешься в этого Колден Брейса, тыкаешься, тыкаешься, тыкаешься. Все равно добили, ладно? Ну да, потом получилось. Пупей, опасно. Слушай, а если не выиграют траку на нейтральной территории, это же будет довольно интересно. Можно быть на байбеке поразводить, но... Все же куда приятнее стоять на своем кайкграунде, когда ты принимаешь противника, нежели когда ты ничего не знаешь, что происходит. Митмастер, конечно, попытается дать вижу за счет своего ястреба. Иллюзии тоже работают, отправляются в разные стороны. Вот они, два ястреба, летают. Секрету надо отходить. У них потому что нельзя Тер-4 ТВР отдавать, чтобы их коцели. Надо отойти, да, и за дефит миддл. Тер-4 ТВР – это то, что очень опасно. Ну, кстати говоря, они чуть-чуть тоже стратают. Нижняя линия, кстати говоря, целёгенькая стоит. До нее вообще крипы не добираются постоянно. Ну, понятное дело, что милишный барак будет регенцем, кто бы его ни били. И Трэвел Лаутер, Орблейд. Так, Иэн, надеюсь, что это за план. Это план туда, в супердальний лейт какой-то. Чтоб уже там, когда... Да нет, они реально, они выиграют. Это игра одного момента. Либо сейчас, либо никогда. Они будут дефицит, 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 дефицит. Все, можно поправить? Двух моментов. Один момент и байбеки, и второй момент. Это один длинный момент такой был. Прозвительный, да, весьма. Ну что ж, 66-ая минута встречи пошла. А, LGT не торопится. Мы знаем, чего ждут обе команды. Ну, LGT в большей степени, потому что они ближе всех, и они имеют больше возможности забрать. И что же, Рошан? Конечно же, Рошан, который совсем скоро появится. Это будет уже, по-моему, четвертый или третий Рошан с Иромой Аегисом. Ой, посмог. Team Secret отправились вперед. До появления Рошана хочется произвести, видимо, бой какой-то. Не бояться. Есть все, есть все. Даже три заряда у шалду демона есть. Купей, битит, битит. Свапа ментально нужно фокусить. Праймал Рор. И где же Винтер Виверну? Вот она. Вот она с Холд Эмбрейсом. Работает. Пошел Артези вперед. Привлекает внимание. Банана занимить себя не может. Это минус. Кунка без Байбека. Не готовы принимать драку, ребята, из LGT. Свапа победали Винтер Виверну. Винтерскерс выдает сейчас. Но очень плохой Винтерскерс. ММА в Рошпите пытает отстреляться. Тоже убивает. Минус. Два без Байбека. Два героя. Без Байбека. Два персонажа в LGT геймингах подловили. Пупей жив. Пупей жив. Пупей жив. Иллюзии пробивает. Пупей спасти. Пупей спасает. Пупей будет пока жить. Смогут ли еще кого-то догнать? Смогут ли кого-то еще догнать? Ксио Уэйд пошел сплитку уже по верхней линии. Он все прекрасно понимает. Нужно сейчас заставить Сикрета вернуться. Арашан. Арашан. А если сейчас этого Арашана забрать, это будет... Ой, как хорошо. Возвращается Энви. Понимает, что там и без него... Нет, без него не справится. Дэмэджи нету. Без артизи не справится вообще никак. Энви. Энви опасна. Ксио. Энви дальше. Дальше. Сандер хороший. Боже мой. Эмбер спирит. Секунды кое-хима. Что был уже Ремнат не успеть прозвать. На самом деле сегодня Ремнат стоял чуть поближе. Сейчас просто в него две тысячи летят на Рэшблейда. По идее они уже до него залетят. Бэнджи был спирит. Аегис. Опа, он не слэш проходит. Аегис били. Что дальше? Дальше Артизи начинает драться. А тут Винтера и Верны нету. На самом деле есть и фокус. Ой, стрела хорошая. Залетел, но сможет Лимиран осилить Артизи. На самом деле там демиджи в Турке очень много. Ксио Уэйда. Ну и тут Манта стоял на развороте. Ксио Уэйд. Теперь уже нужно там убегать. Придетает Агрессив. Слайд офис. На развороте Артизи нужно выдать. Мало хп осталось. Артизи страдает. Что он делает? Почему ты не кидал? Кого не кидал на линкесфера. Энди подходит, Энди подходит. Пробивать Агрессиву нужно постараться хоть как-то Агрессиво. С Эмби Кенчем Агрессив подбирает. Энди сам. Но хп Сандера нет. Энди на Агрессив посадили Сандер с Илюзией. Энди жить хочет очень, но ему не дают кто сделать. Он погибает. Есть все байбеки. Есть все байбеки. Сейчас все будут байбекаться уже. Уже тут толку нету держать. Алхимия байбекнулся. Энди байбек есть. Есть байбек также у Агрессива. Аегис был. Аегис был благополучно потерян. Купеем. Есть сыру бульбы. Невероятная игра. Эмбер Спирит байбекается. Хотя, наверное, можно было даже и потерпеть минуту. Но ладно, ладно, ладно. Хотят закончить игру прямо сейчас. Саммит перед этим тоже развивает на байбек. Роблэйт, конечно же, байбек. Метаморфозы, кстати говоря, нет. Надо сейвить и так. Глиф работает. Линкус били по Агрессиву. Просто хотят сделать мег крипов. Просто хотят сделать мег крипов. Ксяу просто по бараку стреляет. Ему плевать на все. Но это опасно. Можно отъехать. Снесли еще один маленький оплот. Этот тавр, на самом деле, очень важен был. Три барака. Три барака остался с Team Secret на базе. Рапи, вот она, вот она, Агрессив. Пора, решил Агрессив. На 68-й минуте он сказал, пора Рапи. Что-то, говорит, не пробиваю. Он реально пробивает. Быстро отрыв. Он скинул. Там еще и Табл Демес. Он МКБ скинул. А зачем ты МКБ скинул? А что ему скидывать? Не знаю. Я бы на месте манту скинул. Страшно ему? Поставится, боится? Ну, да. Ну, ладно, пускай. Хорошо, если так считает. Рапиер должны были Team Secret убить сейчас. Но, конечно, нужно прям огромнейшую дистанцию держать друг друга, чтобы не попасться под Light of Fists. Переды пока не особо хорошо работают. Ксио Уэйд. Прайвл Ро получает. Ну и снова Golden Brace. Корабль. Энви пошел вперед. Все люди моментально были слесены под ВКБ. Начинает Ксио Уэйда пробивать. Медленно, но пробивает. Диффузор работает. И что дальше? Энви здесь. Остается один. Остается один. Энви убивает. Он без байбека. Свап пошел. Отбиваться как-то нужно. Без Энви очень трудно. Сяу Уэйд выживает. Смотри, какой запасное здоровье остался. Срабшин, Солкейкер. Дальше Пупей идет вперед. Агрессив. Вар стоит у нас Джиггернау. Сейчас все подлечатся до фулл-хп. И вернутся просто на базу. Будут заканчивать эту игру. У нас ЛЖД. Свап на агрессив. Агрессив. Адву фикс. Пупей больно. Просто потому, что Эдуфистов погибает. Артизи пытается жить один. Остается он. За ним погоня. Его пробивают просто с руки. Безмастер вынужден байбекаться. Артизи остается. Его зажимают. Едьте сразу. Что-то время поживет. В узкий проход. Корабль в пухту. Артизи. А Ксиау Уэй делает дороги. Сикреты занимает 16 место на Интернешнале. Фантастика. Ксиау Уэйд. ЛЖД Гейминг. Проходят. Браво, браво. Они смогли все-таки добить на 70-й минуте, но они смогли это сделать. Это была невероятная игра. Зал просто сконтирует. LGD, LGD. Это весь китайский народ, наверное, в этом голосе. Ну, так Ксиау Уэйд. Ну, мини-герой, скажем так, да, сегодняшнего игрового дня. Мини-герой, это ММА. Да. Вот тут я с тобой... Нет, это главный герой. Главный герой, да. Этой встречи. Ну, конечно, обидно. Обидно за Team Secret, за Климента лично. Ну, опять же, вот мы говорили с тобой о закономерности, о раскладах по группам, о течении команды по всему этому из Интернешнл. Ну, в один день, мы помним, 0-6, ребята, отыграли. Ну, с таким результатом, конечно, тяжело претендовать на место повыше все же. Конечно, старались, конечно, они дрались до последнего. Конечно, эта игра для них сложилась очень тяжело, но они пытались, не получилось. LGD оказались сегодня просто чуточку сильнее. Ну, и, конечно...